Категория варной лыжи. Что, не работает, пусть? Сеу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот, я пока не могу, инострация отвалилась. Она видна? Ты слышишься? Да, нет. Сюда убер, сюда убер. Короче, там убери и принеси ее на вам, что-то другое такое. У Темы. Слушай, у него тоже нет рации. Принесите мне ее, вот эту, неси сюда. Так, у нас еще раз всем привет. Бодрое утро. Бодрый старт у всех. Напоминаю, что сейчас у нас на дистанции участник со вторым стартовым номером. Категория сноуборд. Вот. Достаточно уверенно и быстро парень. Участник спускается у нас вниз. К сожалению, уже мы не видим его. Так, ну, бодрое утро на самом деле. Погода хорошая. Мы отсюда наблюдаем стартовые ворота. И один, и стартовый номер два. Участники все на старте. Старт. Участник готова. Каких воротов выключать? Она не работает. Попробуй. Ну, попробуй ее поверти. Она как-то отключается. Непонятно. Так, у нас присоединяются участники, да? Трансляции смотрят люди? Да, с первых ворот. Да, как вы слышите, да, с первых ворот сейчас будет стартовать следующий участник. И это, скорее всего, у нас будет участник под номером три. Так, я напоминаю, что мы начали в двенадцать наши долгожданные соревнования на Газпром. Поляна. Две звезды. После небольшой паузы. это заминка небольшая у нас на старте. Это заминка небольшая у нас на старте. подвозит дежурный снегоход, потому что там достаточно прилично идти. Стартовая студия. Давайте по готовности идите по номерам, как проведите номерам. Солнце по готовности. Да, не все еще участники у нас добрались до старта. поэтому тут по готовности могут быть. Хладненько. Солнышко ушло. Но видимость хорошая. Вот сейчас вы можете видеть, в принципе, верхняя часть склона всю. Весь соревновательный склон. Даже видно участников флаги стартовые ворота. Вот, пожалуйста, сегодняшний наш соревновательный склон. Хорошая фотография. Четко все видно. Мы на трансляции находимся вот здесь чуть чуть ниже, под вторыми стартовыми воротами. Отсюда идет трансляция. На старте у нас участник под номером 3, категория лыжи. Три, два, один, дропы. Оп-оп-оп-оп. Так, ну что, друзья, видим бодрый старт. Бодрый старт. Ой-й-й-й-й-й-й-я-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й-й. А задумка была очень-очень красивая. Так, мы его тоже отсюда не видим Так, ски-бой у нас поехали Это стартовые ворота номер один были Ски-бой едет, да По гребню Участник идет Все, участника мы увидим Все у него в порядке, машет руками Сейчас ски-бой подъедет Поможет ему достать лыжи, палки Напоминаю, это у нас участник под номером 3 Сложно Сложно С таким плоским немного светом Чтобы не задерживать сейчас Следующего участника Попробуем сейчас найти участника, кто стартует Со вторых стартовых ворот Пока у нас ски-бой помогает райдеру Со снаряжением Все слышите в эфире Вот в правом углу вы видите там Ски-бой вместе с райдером Сейчас они стегнутся в лыжи И, к сожалению, это падение уже Никакие очки за него не начисляются Потеря снаряда Это дисквалификация С chiffon Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok юсб здесь ну что друзья мы в ожидании следующего участника я вел так ну что у нас заминка тут с райдером нет они вот сейчас только уезжают по склону запускайте небольшие большие заминочки у нас на старте так ну что сейчас должно все пойти бодрее я думаю участники все прибывают прибывают на старт так участник под номером пять ну что ребят смотрим участник под номером пять вторые стартовые ворота дропа и на старте отличное настроение ребята подбадривает так ну что мы так 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 вот появился у нас на газекс и хорошие так хорош лично еще раз прыжок лавины у нас проезжает достаточно большая скорость так проезжает сейчас вместо трансляции так вот отлично и скрылся за перегибом все отлично два достаточно небольшие но средние такие прыжки верхние даже наверно побольше второй прыжок был чуть пониже достаточно уверенно все четко так первые стартовые ворота еще раз заезжают на на гребень чуть выше газекс и заходит на прыжок сейчас мы по ну так что то пошло не так так это у нас участник под номером четыре вышел на поле и уже здесь небольшие прыжочки да так много-много падений прям крайнюю правую часть раскатывает нас участник и заезжает уже в сторону практически на финише весная зона это уже по моему ниже судейской линии насколько тут пока непонятно как-то скорее всего что он уже ниже судейки проехал да здесь уже просто участник докатывается вместо финиша я напомню что у нас стартует попеременно лыжи и сноуборд через одного сейчас стартуют только парни девочки соответственно уже будут после парней ну что ждем следующего участника а мы напоминаем что у нас старты начались 12 часов на курорте с утра было достаточно солнечно но как вы сами знаете уже по той информации которая была вчера она немножечко было совершенно другой но сейчас у нас старты и у нас прекрасная погода участники все бодры веселы готовы показывать свой класс и вот тут не видно куда он заехал райдер мы сейчас пока не видим а вот он выскочил да сейчас небольшой ну нет что-то он хотел сделать больше но что-то пошло не так здесь еще раз прыжок небольшие прыжочки в принципе быстро едет это у нас участник под номером 7 заканчивая свой проезд ну первая часть так и не поняли там был прыжок за перегибом к сожалению нам было не видно этого но когда выехал из-за перегиба там что-то может сбился он или непонятно как-то заехал не по своей линии ясно совсем было что хотелось показать на райдеру участник под номером 75 выбрал первые стартовые ворота также все практически через одного наверно все заезжают на гребень единственное такое большое место где можно совершить большой прыжок снежок мягкий в принципе уезды должны получаться но нет 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 ну вот вы сами видите что принципе в первых старт и вторых ворот там на самом деле немного мест где можно прыгнуть кто-то выбирает прыжки кто-то объезжает кого-то что-то не получается потому что видимость хорошая но свет плоский не особо то и видно все сливается 75 номер заканчивает свой проезд это у нас участник под номером скорее всего 9 так что то у нас трансляция зависла так 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 я вам так скажу прыжок отличный опять же с газа экса прыгнул четко уехал большие быстрые амплитудные движения у райдера и все он скрывается мимо нашей комментаторской отрабатывает небольшие прыжочки с естественных естественного рельефа но основные до основные прыжки у нас конечно же это верхняя дистанция часть дистанции так как то у нас под газа эксом стоит то что там за человек для сексом на сноуборде скибой а это медиа просто отсюда видно что там кто-то так это медиа у нас значит фотографы прям под газа эксом стоит ждем следующего участника с утра в чате было достаточно жарко мы почитали чат и вечерние и утренние жаркие обсуждения были но спасибо участникам за понимание за предложение вообще в этом плане у нас полный полный так сказать полное взаимопонимание прилагается максимум усилий для того чтобы провести соревнования на альпике в принципе у нас и на красной поляне мы ждали окно тоже достаточно сложно проходили но все таки мы справляемся и это радует ну что на первых стартовых воротах так участник номер не знаю но это у нас сноубордист как вы видите сейчас мы посмотрим что это что за номер то у нас так это у нас номер 6 участник ой 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 ойolve как-то не увидел он при приземлении что непонятно небольшая встреча с камушком но вроде все вообще отлично идет участник под номером 6 уходит по правой стороне большое поле уже размеренно в чем проблема да все но трансляция идет мы видим склон микрофон на месте все работает и не знаю небольшие технические заминочки даже не проблемы это заминочки главное что есть трансляция о все перезагружаешь до ну что друзья ждем следующего участника так а вопросы из чата мы вообще сможем прочитать участник под номером 11 стартует у нас с первых стартовых ворот быстро как ракета мчит хороший вылет так так зарезается и выходит на отлично очень быстро достаточно про пролетает все прыжки отрабатывает технично технично райдер конечно едет быстро сами видите какой темп у райдера минута примерно участник под номером 8 у нас на старте первые стартовые ворота так ну направление в принципе райдеры все одно выбирают пока те которые стартовали вот мы видим используют вот эти два газекса гребень так так вот ну что тут мы не видим ну нет все таки уехал 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 немножечко не видно было за перегибом но накручивает накручивает райдер прыжки мы сейчас почитаем комментарии так Lia так 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 здесь кость будут писать и не дай где коммент все когда говорить это в эфиру что а где а у нас ее нет а есть а Так, ну что, вторые стартовые ворота Пока на картинке не видно Но со вторых стартовых ворот У нас стартует участник под номером Так, это у нас выжит 13 Так, это участник под номером 13 Отличный прыжок Ай-яй-яй-яй-яй-яй Так, ну, цел Цел на лыжах Все отлично Хороший был прыжок Движется он прям в нашу сторону Проезжает мимо Место, где мы Откуда мы ведем нашу трансляцию 13 номер, напоминаю Так Так, ну что у нас там еще Что ждать Во второй половине Нет, там уже, к сожалению Ничего мы не увидим Участник под номером 66 Первые стартовые ворота Направление все тоже выбирают райдеры Ну что По гребню Заезжает Чуть-чуть он Оттормаживается И Все-таки Не увозит он этот чисто Прыжок Спускается В быстром темпе Еще где-то может быть Он Куда-то заедет На какие-то маленькие Там маленькие Дробчики Но Наверное уже Мы уже не увидим ничего Такого прям Чтобы Вау Вот только первая у нас В половине трассы Так Следующий участник Лыжники У нас пободрее Начинают Размашится Амплитудно Сейчас Еще Ну Вот так Вот так Держать 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 Ну что Вы сами все видите Широко Амплитудно Участник Прокатывает Правую часть Склона Используя Небольшие Дробчики На рельефе Ну и уже в зоне Не начинается лес Там уже Участники В принципе уже Только на ходах Завершают Уже там Финиш Недалеко Все Вот Проводили Мы ждем Следующего участника Сегодня Мало человек Стартует Пока У нас Убирает Мало Вторые Ворот Основно Первые Сейчас Солнышко Проглядывается Это Прямо Хорошо Становится Видно И Солнышком Теплее Картинка Четче Что Небольшая Пауза У нас Солнышко 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Не воспользовался моментом И просто скатился Из грильня И ушел Точнее уехал вниз Ну что докатывает уже вторую часть Здесь уже нужно Контролировать высокую скорость которую участники набирают первой части и без падений добраться до финиша уже же силы покидают смотрю длинная дистанция да и ребята там уже устают пересаживается носком 17 номер на старте категория лыжи мужчины первые стартовые ворота и сразу шифте со старта заходит он так на 1 газ x проехал мимо заезжает на гребень по гребню сторону этой скалки которую все у нас участники это влюбовали небольшой на самом деле прыжок здесь еще один и здесь туда похоже на шифте правая сторона соседней линии да прям по краешку мне кажется там даже зона наверное отмечена у нас край наши соревновательные трассы четко по краю наверное идет он у нас да здесь что-то может конечно еще придумать на 17 номер внизу но наверное там уже за чертой судейский там уже нужно просто докатывать что следующее так солнышко у нас солнышко появилось прекрасно первые стартовые ворота сноуборд ну что-то там не сильно громко там участники обычно у нас громче бывает на стартах так держать 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 участник под номером 12 не стал он заезжать на скалу решил ее объехать слева что ж тогда это должно быть быстро амплитудно красиво технично и до самого ни за ничего такого вот никуда не подпрыгивает просто видение видение сноуборда неплохо ну и как сказать достаточно все просто хотя две звезды уже здесь хотелось бы видеть какие-то более интересные моменты потому что есть места где можно все таки прыгнуть где можно что-то там бэк что-то закрутить какие-то сто восемьдесят триста шестьдесят пока участники как у нас говорят на сейве проехал вот отличное выражение проехал на сейве 17 номер а это нет это это у нас был 12 номер ждите это у нас сноуборд и и и и и и ждем следующего участника участник под номером 19 горные лыжи так ну что а это у нас как вы видите как вы видите это супер ракета которая на очень большой скорости проехал два дропа опять же правая сторона край отличные на скорости вот большая скорость большие пролеты марк марк может марка прозвище ракета все эти прекрасно знаете так так участник под номером четыре сноуборд шаманов айдар зеленчукский район так на начало при распадении но все нормально дальше выезжает здесь большой прыжок держать держать уехал так здесь по выносу проезжает здесь держать держать стоять молодец айдар проезжает мимо нашей трансляции оттуда место где мы ведем трансляцию так сейчас вы сами видите к сожалению картинка у нас пропала и мы уже не видим как участник завершает свой проезд напомню это был участник под номером 14 шаманов айдар зеленчукский район думаю можно отнести курорту архиз данного райдера можно так сказать даже представить я думаю катается везде не только в архизе ждем следующих участников участник под номером 21 а не то 40 21 номер до медведев андрей со вторых стартовых ворот сейчас мы пока его еще не видим вот появился он у нас в этом кувари да показывает все готов стартовать чуть ниже получается он стартовых ворот заезжает на вот эту скалку под газексом сейчас хороший прыжок увез его еще один подбросила здесь выбирает левую сторону наверное он так здесь отлично проезжает мимо нас сейчас бы давай 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 еще здесь прыжок что-то было похоже на шифте да но это уже судьи будут смотреть потому что нам весь проезд отсюда не виден как мы здесь на перри трансляторе так у нас приехал приехал у нас помогать комментаторскую участник сейчас мы его вам представим буквально пять минуточек будет помогать вести трансляцию комментировать наверное да а а а а а а а а а Продолжение следует... 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 но это что да да теперь у меня больше времени был один тут фирмы сергеем комментируем так ски бой забрал палочку сейчас у нас стартует следующий лыжник сейчас посмотрим готов если да старые старты на оборотах смотрим все стартует сейчас поедет на газе к сто процентов все поехал на газа x видим гулиев азамат сейчас важно как он подойдет к первому прыжку какая будет флюидность можно сейчас начинать поворотики об раз опоздал поздал уже но визжима знал высоте он сейчас прыжок не хватило просто до ходов все проехал мимо да больше нефа это уже все прыжок прыжок метровый ну кто-то будет значит получать вечером сегодня за такой проезд от сенсей от главного их здесь все четко здесь четенько но это его вторые соревнования тоже не вот здесь сейчас еще прыгнул наверное но нет ну только здесь мы можем с тобой посмотреть здесь и камера здесь показывает ту часть которую нам здесь за стенка не видно но уже все как бы вторую часть уже мы не можем комментировать у нас просто ну что я могу сказать по этому проезду это была сложная линия это была одна из самых сложных линии конечно тут есть еще парочку серьезных вот но он эту линию не отработал совершенно алиев шамиль номер двадцать два вторые стартовые ворота какой курорт это у нас представитель карачаевска я думаю что это вот прыжок об без совсем он маленький двадцать двадцать два до тут опасно очень можно камней поймать и небольшая потеря контроля ну что средняя линия так это был подожди почему здесь бы это был злобин 20 проехал номер это 20 было почему у нас здесь чуть-чуть просим прощения здесь вывели нам на картинку что это был 22 номер на самом деле это проехал 20 20 у нас это злобин федор представитель сочи то еще шамиля еще сами не ехал до моего еще как марки тинькофф проехал марк проехал быстро тут он делал свою линию 2 у него было ли два по моему до было таких больших амплитудных прыжка опять же он и здесь вылетел в середине трассы прям ну марк ракета в своем стиле своем стиле за минуту три прыжка и он на финише 27 кирилл 29 а это наш малой это наш кирюха едет давайте смотрим номер 27 ну давай кирюша покажи нам 29 до косяненко он выиграл одну звезду он выиграл одну звезду все пошел так да здесь это твой шанс или кирюша прыжок прыжок давай 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 отлично повыше лично из кончика с кончика надо прыгать вот вот какой прыжок хороший это хорош хорош ну что ж такое то моё как же так но стал отряхнулся и поехал вот это вот боевой сюда так ну вывезли он же вывезли линию но потом уже давай 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 отлично эффектно пролетел мимо нашей комментаторской студии можно так сказать сегодня вот такие условия у райдеров что все дропы все приземления то вроде и чистые идеальные но уезды райдеры должны продумывать до мелочей потому что вот эти вот все разбитые камни и карнизы которые они вот сейчас вы все видели что кирилла нашего райдера победителя подставили вот так что совет райдерам который сейчас возможно смотрят эту трансляцию выбирайте уезд до есть это важно номер 22 сноуборд вот шамиль алиев получается 22 номер метится на прыжок на 2 стабильно прошел что заезжает на 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 классический дроп в этой линии и сверху его делает байбок флипп и ну размотал и размотала но все таки молодец устоял устоял молодец что рискну что бегал и сделал за это я люблю таких рейдеров отродируют и молодец напомню это 22 номер алиев шамиль твое что вы нам подносите все время прямой эфир какие-то жучки прослушки так ну что сергей видимость периодически не видимость прекрасно периодически то солнышко выглядывает как эта тучка налетает ну наверху ветрено судя по флагам там прям таки я думаю не очень теплый даже нам здесь комментаторской и похолоднее конечно конечно эльбрус пару лет назад да 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 прикурил нормально нам всем минус 27 были старты на эльбрусе надеюсь в этом году будет чуть-чуть потеплее да так что кто у нас из топовых райдеров улыжников остался у нас остался узденов корнеев мотковский мотковский ну все вакуум корнеев а вакуумов узденов у нас есть ребята еще мы еще увидим вот эти все еще саду которые от которых захватывает дух самая рубка еще впереди да у ребят здесь тоже у сноубордисты как во первых больше во вторых тут тоже есть ребята которые могут изменить соболев уехал уже проехал соболев соболев проехал до слабо листин соболев 16 алексей еще не ехал как это опаздывает он опаздывает не было еще алексея тактика так по крайней мере мимо не проехал на то у нас там спонсор наших соревнований в этом сезоне вы мне кажется альп индустрия наш ног за даже мое слабо он царо вообще фальп индустрии просто это организатор сморова не до если вы не альп индустрия главный главные по контенту это конечно же альп индустрия но на процент здесь у нас кстати между прочим у нас есть такой спонсор white lab компания до которые предоставляют призы участникам вот я вижу на склонах и у многих участников я вижу маски white lab которые предоставляют спонсоры наших соревнований компания уже многие про нее слышали вы знаете это white lab это райдер для райдеров как говорят делают то есть откатали сами посмотрели дизайн и все ребята стараются все это продвигают спасибо им за то что они не первый год с нами в соревнованиях ввк квалифаер участник под номером 24 до у нас кромарев игорь ростов-на-дону смотрим на игре что ушел за перегиб он берут стартовых ворот мы пока его сейчас не видим скорее всего он проезжает долго долго нет за скалой отсюда нам совсем его не видно может быть так чё-то да да его линия прекрасная но она ведет по моему не в тот кулуар на вас легко охоже что похоже что встречать его будут уже на другой отметке таким проезда не оцениваю но мы все мы бы хотели конечно оценить но ну да там наверное оценят его другие это называется он вошел не в ту дверь просто как бы на эти поворот не туда был да он наберется опыт лишь бы это не было как в пункте назначения что он свернул не туда там шумиха тоже такая опасненькая сейчас на самом деле ну надо бы за ним поглядеть что-то с райдером по моему там кроме спасателей и лавинчиков он никто еще не катался нет вот он выехал это он уже внизу там через но вот соответственно эта стрелочка у него была интересная сокращение это был у нас кромарев игорь город ростов-на-дону привет ростову так ждем следующего участника скорее всего что это первые стартовые ворота будет честно до 30 номер околе лев лев и короче чем до первые ворота смотрите внимательно первый знак сделал флюидный идет я знаю что но у дилер да 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 тот самый славичка стрелочка ввез все идет на дроп на гребень сейчас на гребне кажется что он должен сделать добавить посмотрим либо без риска нет здесь просто Satan было гребень там был там захват это потеря контроля здесь еще может прыгнуть еще 300 по моему нет не ел сем это была даже 700 он перекрутил перекрутил он уже на адреналине уже я знаю это ощущение когда упал и тебе становится совершенно не страшно и ты готов после падения кальниченко лев вот очень красивая техника очень качественно не на улицу был при был уже призером по моему да выиграл победитель до прошлогодних стартов здесь же в красной поляне да да ну вот как-то перемудрил перекрутил так сказать ну рисковая заявка была заявка брона как бы такие дропа он уезжает легко что не уехал этот дробь что то там было нет наверно снег тоже странный очень я сейчас и своей ногой не могу чувствовать нет не понимаю но я вижу как ну что а мы находимся находимся на курорте газпром альпика на внизу я кстати видел что написано газпром поляна то есть не могу понять это ребрендинг происходит у курорта наверное что да как нам быть родная альпика родная альпика да та самая альпика да теперь это поляна называется газпром поляна по крайней мере на флагах так написано ну в общем так спасибо курорту да за оперативные то что они оперативно починили канатку и мы сегодня здесь все собрались на стартах вчера такой был день суматошный вот спасибо курорту быстренько они все починили за ночь практически да и уже мы здесь ну что ждем следующего участника рыбара и стартовые ворота так номер 331 банченко александр так он чуть ниже нет он прям здесь полезно вот прям по гребню да вот он прям по скалке если вы видите вот эта линия сложная технически сложная линия он едет первым следом сейчас важен момент как он уйдет отсюда номер 31 очень держать 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 не заваливайся ливис потерял потерю контроля стоять тут прыжок вроде он еще по своей наверное здесь рожь здесь нужно прям поаккуратнее сейчас очень опасно ну быстро одесса молодец это хорошо было это неплохо интересная линия за линию он получит молодец и здесь подпрыгнул в общем так увидели да это неплохо было это было весьма неплохо пусть это была не самая флюидная линия но это была сложная линия и он ее завершил он ее завершил прыжком на самом деле это хорошо было там жестковато виды жестковато видно даже отсюда там выйдут а все вот на таких склонах нужно ловить динамику и не отпускать ее работать сразу с первого поворота потому что каждая простой к остановка она тебе идет на минус только с динамика ты можешь приобревать качественно такие склоны о а может нам вот так а мне пока тепло я еще первый часик здесь хороший проезд хороший проезд так что-то у нас тут поднимается ветерок нам же не должно снести палатку но мы ее закрепили ну по-моему тут нам сносит палатку да нам нужна немножечко помощь потому что у нас палатка разлетается надо сказать об этом судьям дожди я вылазью держите я держу палатку подожди я вообще сейчас тут небольшая у нас тут за милочка получилось так чай куда она как она там да вот не ясно так у нас на первых ставках воротах так Денис гусев так сейчас я вам скажу какой-то номер немножко с палаточкой гусев 32 номер да у меня улетели списки так и здесь он проехал прям пронесся с этого со скалки наверно да наверно это все таки лучше сказать что это скалка была у нас небольшая заминка у нас сорвала шатер на трансляции номер 32 у нас завершает свой проезд чуть-чуть нам тут так ну Сейчас еще будет. Как нам сделать? Вот тут надо прикопать, Серег, как-то ее. Можешь мне перчатки дать, пожалуйста? Так, участник под номером 33, Туманенко Максим. Первые стартовые ворота. Сразу с прыжка начинает свой проезд. Вот, выходит он также на стандартную линию. Это Газекс, Гребень и еще один Газекс. Нет, все-таки он не поехал, ушел левее. Выходит, получается нет, прыжков нет. Он здесь поедет просто вот вниз хода по этому полю. Привали прямо так этим сноубордом. Не знаю, насколько это поможет. Желтые лыжи чьи. Напоминаю, это 33 номер. Максим Туманенко. Город Москва. Все-таки добирает там небольшие, там, маленькие дробчики. Уже во второй части. Сергей, проходи. Так, подожди, мне надо... Отдай, руки. Сейчас, сейчас берешь. Мне главное вот эту ногу запихнуть. Держи, блядь. Все. Все, что тебе? Так, первые стартовые ворота. Так, кто это у нас? Номер участника. 34 номер. 34 номер. Ивлиф Иван. Ивлиф Иван. Ивлиф Иван. Участвует впервые. Первый раз он на двух звездах. Иван у нас зарегистрировался в город Дмитров. И мимо рельефа проехал Иван. То есть у него опыта соревновательного, как такого нет. По крайней мере, он кайфует. Слышно, что он... Да, да, да. Это уже хорошо. Ой-ой-ой, стоять. Устоять, устоять. Ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Камера выпала. Так. Камеру я увидел, где она выпала у него. Так, мы видим, да, камера у него со шлема соскочила. Да, вижу примерно. Я вижу. Наверное, нам нужен... Го-прошка потерял. Я вижу, где камера, но... Так, ну что, как нам? Ски-буя будем отправлять или нет? Там камера у человека... Как ее обозначить, что она там? Потом заберем, да? Да, ее видно отсюда. Никуда она не денется. Будем надеяться, что по ней не проедут другие участники соревнований. Так, следующий у нас лыжник. Кто у нас там? Масленников Константин. О, это тоже мой райдер. Город Москва. Давай, Костя. Бам, прыжок первый. Видно, пошел. Сейчас должен быть прыжок в кулуар. Давай, толчок, покажи. Ну, сделал пока два прыжочка. Идет флюидно. Ты что делаешь? Ты куда поехал? Он проехал прыжок. Он далеко уехал. Он здесь уже не прыгнет его. Да, он мимо рельефа. Он, да. Ну-ка, давай, дорабатывай тогда. Ну, где он это все отработает? Он уже все нигде не доработает. Уже здесь нет. Я думаю, что по задумке у него все-таки был второй дроп, но что-то он как-то там не сориентировался. Не вышел на него. Ну, что ж, Константин. Сергей прямо переживал за Константина. Я ровнировал, он ко мне приезжал в Серегеж заниматься. Но он амбициозный райдер. Он нам готов на более. Ну, Константин, молодая кровь в соревновании. Да, да. 20 лет участнику. Второй сезон. Второй сезон. На одной звезде он скрутил фронт флип. Конечно, его не оценили, но я ему выразил респект за то, что он взял и рискнул, сделал его. Следующий будет уже чистый. Надеемся. Ну, вот это потеря рельефа, конечно. Но надо думать головой своей. С первого поворота и до последнего не отключался. А он отключился, значит. В какой-то момент, да? Да, он отключился. Где-то вот после прыжка он как-то... Он странно. То есть он сделал прыжок в кулуар, он должен был... Гребень должен был обработать, а он его не смог. Техническая ошибка получилась. Что-то ребята там... Экспромт какой-то делают. Чуть хотят чуть ниже, чуть выше стартовых ворот. Ну, посмотрим. Что это им даст? Значит, что-то задумал там. Как говорят, будем посмотреть. С каких он стартовых со вторых хочет, типа? Ну, вроде как нам оператор показывает вторые стартовые ворота, значит, скорее всего... Это у нас не Трутнев Андрей случайно стартует. Трутнев? А, скоро нет, рано еще. Это... Это Черкасов Максим. Ой, Макс. Ну да. Ой, 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 Максим всегда захватывающе показывает свой проезд. Сложные прямые линии. Он всегда едет... Я думаю, у Макса там болельщики там со всей России пишут. Да. Достаточно известный и райдер, и гид. Давыдов Владимир не может стартануть почему-то. Володя Давыдов, ну, тут... Ну, вот я смотрю, вот здесь, в принципе, на двух звездах только пять человек из списков участвуют в первый раз. Остальные, так или иначе, уже были на опыте, имеют уже соревновательный опыт. Тридцать восемь. Ну что, Черкасов Максим? Ну, давай, Макс. Давай, Макс. Раз, сразу. Очень флюзивно. Держим кулачки. Пошел. Сейчас должен быть прыжок так же в кулуар. Давай, покажи. Ай, хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас идем на следующую стеночку. Давай, треугольничка прыжал. Сегодня это прыжок. Хорош. Все, давай, сразу на ходах должен уходить сюда. Вот здесь тоже аккуратный прыжок должен быть. Уже прыгай. И здесь прыгнул захват. Молодец. Доски у него был. Это достойный проезд. Молодец, Макс, стабильно. Наконец-то, Макс, ты доехал. Я так рад за тебя. Да, держи только, держи, 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 Макс. Красавчик. Молодец. Я не смотрел всех, конечно, райдеров, но кого я видел на данный момент из сноубордистов, это лучший проезд. Ну, наконец-таки, Макс не накосячил. Наконец-то, наконец-то. Что-то каждый раз ему вот где-то в таких вот мелочах. Поэтому, блин, Макс, поздравляем, хороший проезд. Хороший проезд. Достойный. Достойный. Надеюсь, это отметят, да, все, кто смотрит наши трансляции. Сейчас Давыдов будет потом. Ой, у Максима еще есть, еще есть. Есть, есть, есть. Бодро, бодро. Сейчас Ильяных Игорюша там напрыгает. Очень много. Так, ну что. А мы про паузу была у нас, да, мы говорили, да, про White Lab, а у меня вот, если трансляцию там видят, у меня вот. Альп Индустрия. Да. И маска Гора Чигет. Гора Чигет, модель маски Гора Чигет. Как тебе вообще заходит? Нравится? Удобно? Да, да. Как тебе фильтры смены? Вообще, все происходит достаточно быстро, потому что она на магнитах. В магазинах Альп Индустрии вы можете эту найти. Гора Чигет, запомните. Ну, слушай, мне тоже выдали в том сезоне эту маску Гора, но я кайфанул с нее. Я вот с нее кайфанул. Как легко и быстро все это происходит. 37. 37 номер у нас. Кокарев Игорь. Кокарев Игорь. Город Вилючинск. Вот смотри, поехал. Ну что, Игорь? Прыжочек первый. Игорь, сейчас. Один балл. Опа, еще использовал линия. Вот, вот, вот. И смотри, какая у него линия оригинальная. Я знаю, куда он пошел. Здесь он с кончика. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, нога, нога там. Что-то его там повертело ногу, да? Что-то там как-то. Не, нормально, нормально. Я теперь со своей ногой, теперь мне так страшно. Но ты сидишь с брейсом, естественно, конечно, у тебя нога бедная там сжимается, когда видит падение. Вообще сжимается все сразу. Просто на Виллу оно у него не в естественном состоянии чуть-чуть. Игорь. Игорь, ну, молодец, все равно. Давай, Игорь, молодец. Лидия очень интересная. Я думал, просто он выше прыгнет. Да, ему нужно как-то вбок прыгнуть, ему нужно на нас было прыгать. Может быть, поэтому, когда ты вбок прыгаешь, тебя и начинает разматывать? Потому что ты не прямо по склону. Конечно. То есть первая ошибка райдера, никогда нельзя прыгать вбок в траверс. Никогда. Ты же теряешь стабильность. Ты сразу тебя просадит на внутреннюю ногу и пробьет. Сто процентов ты просял. Это, опять же, проверено на собственном опыте минерал. Ну что? О! Это будет интересный проезд. Это у нас лавинчик. Дропын. Вот он должен показать. Молодя. Очень. Вот, все, он поехал на самую сложную линию. Вадимир Давыдов. Как сноубордист проедет эту же линию. Смотрите, какую он интересную линию себе выбрал. Так. Контроль есть. Так. Все, динамика должна отключать. Володя, Володя. Должен включаться, не переставит. Ой, он, наверное, куда-то... Он на очень большой дроп заряжает. Ребят, отсюда вообще выглядит просто устрашающе. Туда волосы. Странно. Нет, не стал прыгать там. Здесь, здесь. Здесь прыжок уже должен быть. Хорош. Захват он... Удержал, держал, уехал. Ну, это хорошо. Это хорошая линия. Но. Я считаю, Максим обошел. Ну, подожди. Помню, что Володя является ловинщиком. 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 Ловинщик курорта, да. Он... Ну, и призер, и победитель соревнований. 39 номер. Вижу. Изденов Идрис. Смотрим внимательно. Ну, что? Ну, давай, Идрис. Давай, болеем. У Идриса, я знаю, тоже проблема с ногой была. И он ее залечил. Все, пошел. Пошел на газет. Ну, это его линия знакомая. Так, да. Он уже здесь проезжал. Все. Неоднократно. Все, готов. Смотрим. Сразу сходу должен прыжать. Узденов Идрис. Ай. Молодец. Умница, умница. Здесь, здесь, осторожно. Осторожно. Ай. Все, нога, нога. Нога, ребята. Ребята, мы врачей сюда срочно. У него очень... Даже здесь мы слышим, как... Это ужасно. Это очень, это очень... Ребята, ребята, это, конечно, блин, мы сидим здесь, помочь не можем. Идрису, он лежит, кричит. Ребята, там нужно врачей еще. Дернул, дернул колено, Идрис. Сейчас у нас вынужденная пауза. Держись, держись. Салим едет, к Идрису, Салим. Помогай, братишки, помогай. Так, у нас тут, прям-таки... Блин. Блин. Ну, ребят, даже не знаю, что сказать. Идрис, скорейшего, тем направлением. Дай бог, чтобы все обошлось. Скорейшего. Скорее всего, сейчас его постараются вниз, эвакуировать сюда. Ну, он прям улетел. Ну, ребят, блин, прям, ну, очень, очень, конечно, это печально и очень жалко нам, что так все произошло. Очень. Были эти два таких больших дропа. И все-таки вот в конце уже за что-то, видно, зацепился по склону, за неоднородность какая-то вот. Это вот эти все. Что его дернуло. Это вот карниз, вот этот карниз, все, которые, комки, это все они. Вот этот Кирилл упал до этого тоже там же. По этой линии. Кириллу повезло очень сильно, на самом деле. У него там тоже был какой-то вот такой закус. произошел в этих закусах. Реально можно... У Идриса, я знаю, что у него, опять же, повторяюсь, была травма, и ему достаточно было только чуть дернуть. Без права на ошибку Идрис ехал. Без права на ошибку. Участник по номеру 40. Стоу-борк мужчины. Три, два, один, друг, друг. Так, что у нас на первых стартовых воротах следующий участник стартует. Поехал на карнизу сделать прыжок. Шейковский Никита. Знакомая. Сноуборд. Так, выбирает. Опять тоже эту линию оригинальную. Посмотрим, что он делает. Так, заезжает повыше. Номер 40 у нас у Никиты. Вот тоже вот прыгают в бок все, видишь? Опять в бок, да. Все в бок прыгают. Да, это, наверное, как-то надо... Это психологический момент. В бок, как бы, кажется, что тебе не так страшно прыгать. Но технически ты не уедешь в бок, скорее всего. То есть вероятность размотаться у тебя... Особенно на крутом склоне. Да, на пологом еще не просадит. Так, но на крутике точно. Так, номер 40 вот проезжает мимо нашей импровизированной студии с первым эфиром. Так, пусть выпускают, наверное, там кто готов. Небольшая у нас пауза. Ну что, у нас спасатели. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, я понял. Так, ну что, у нас картинка есть у нас с Сергеем? Да. Еще так обидно, что я так хотел выступить. Я готовил линию, смотрел на нее два года где-то, смотрел на эту линию. Даже раз проехал ее без прыжков, травмировался, и эту линию не открыли. Ее бы не было в соревнованиях этих. Но я подожду еще год. Ничего страшного. Так. Ну, снег, конечно, сегодня, да, очень опасно. Сейчас девочки что будут делать? Это вот самое страшное. Но они выйдут уже на разбиты достаточно склоны. Я думаю, после 60 участников или 70 девочкам там достанется склон в не лучшем состоянии. Ну что, у нас на старте следующий участник. Сейчас мы ждем первые стартовые ворота. 15 секунд. 15 секунд до старта. Кто у нас там в следующем? Сейчас мы узнаем, нам сейчас скажет, пока мы еще не ясно, кто у нас там. Чайковский Никита был. Ну, тут же может доменяться все. Ну, там по готовности уже. Если райдер готов. Скоро у нас Трутнев Андрей поедет. Это райдер тоже. Очень амбициозный, очень сильный райдер, который выигрывал самые престижные соревнования. Ну, Андрей проводит свою, кстати, подготовку к соревнованиям, насколько я знаю, при Эльбруссе. И многие у нас спортсмены проходят именно при Эльбруссе свои сборы перед соревнованиями. Ну что, следующий участник. Это лыжник. 41-й номер. Это у нас Гончаров Никита. Это у нас Петропавловск-Камчатский. Нет, Анатолий Болтенко. А, Анатолий Болтенко, да? Да, да, смотрим. 45-й это номер. Так, посмотрим. Тоже мимо. Все мимо. Почему они не справляются? Молодой райдер, 20 лет. Смотри, он едет. Он едет качественно, максимально. Он спортсмен даже, я бы сказал. Технично он едет, раскладывает. Посмотри, какими красивыми дугами. Лыжки ровно едут. Молодец. Отличное ведение, контроль. Видно, что... Да. Как мы называем, спортик, да? Спортик, да. Которому надо заниматься линиями. И он очень... То есть, да, он на ходах хорошо проехал весь склон, амплитудно. Ну, все-таки, хотелось бы, да, видеть небольшие, но прыжочки, которые с естественного рельефа в течение вот всего спуска где-то, вот, я думаю, да, добавить надо. И прямо, ну... Этому парню, если он добавит чуть-чуть тактики правильной, грамотной расстановки. Ведь... И он сможет... Не только скилл, но и тактика, и стратегия побеждают. Конечно. Ты что? Я лично побеждал со средним проездом, то есть, без рисков я выиграл соревнования. 44 номер. Пискарев Петр. Санкт-Петербург. Новичок. Первый раз. Посмотрим. Две звезды. Сразу. Давайте посмотрим, вот, как раз-таки наглядно, как вот новички у нас стартуют. Пока я не вижу, какие стартовые ворота, где. Не видно. А вот, смотри, видишь, что... А, вот, 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 райдер машет руками, да. Петр Пискарев. Так. Да, идет на дроп. Вот, ну, ты, Петь, ну, прыгни прямо его, хоть один, прыгни прямо. Ну, прыгни, вот. Ну, хоть вон, ну, стоять. Молодец, молодец. Молодец. Хорошую линию выбрал, молодец. Ну, и вот им вот с этой линии, им надо уходить куда-то туда, вправо. Чтобы добрать еще. Добрать еще, вот, потому что здесь по центру ты не доберешь. Здесь нету просто никаких ни пупырей. Ну, вот, но это нет. Даже не оторвалась доска от склона. Но для дебюта... Для дебюта соревнования, да, я думаю, что где-то будет он, наверное, в серединке. Да, он точно не последний. Не последний, да. Потому что вот этот прыжок, который он сделал, он добавил ему там, баллов накинул. Сейчас, следующее у нас, получается, сноубордист будет Трутнев Андрей стартовать. И он будет стартовать по линии Идриса, я уверен даже в этом, скорее. И в ту сторону поедет. И что у него сейчас в голове? Ну, они вместе тренируются. Вместе тренируются, и Андрей может это подрастроить. Но он парень опытный, я думаю, что справится с своими эмоциями. Сто процентов. Лыжник у нас. По-моему, Корнеев. 47? 47. Без прозванных Павел. Красноярск. Пашка. Ну что, смотрим, как готов у нас Павел. Так, поехал тоже на ту линию. 47 номер. Люидно подходит. Еще один рельеф. Но это все засчитывают. Все вот эти отрывы засчитывают. Тоже прыгни прямо. Прямо, прямо. Ну вот, ну... Осторожно, да, да, да. Сейчас ему контролем и поймать, то его размотает очень сильно. Здесь не стоит сильно набирать скорость, потому что, блин, надо ее... Да, просто уже все. Вот, вот, вот. Сейчас она пахнет место сейчас, смотри. Здесь подкидывает. Видно даже, как его подкидывают от тех чемоданчиков, которые приезжали. Все, он на контроле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот вы видите, да, это... Молодец, что-то мой. Молодец, давай-давай-давай-давай-давай. Здесь еще прыгнул. Молодец. Хорошо. Хорошо. Без прозванных Павел. Доехал, сделал. Молодец. Три прыжка у него было. Молодец, Пах. Молодец. Павел уже, по-моему, участвовал, да, в соревнованиях? Да, он сейчас мимо проехал, я его видел уже. Я его видел. Напомню, что Павел у нас представитель Красноярска. Пока получается у нас... Сейчас вторые стартовые пока у нас... Закрыты. Закрыты пока, да. Сейчас в основном будут ребята с первых стартовых ворот стартовать. Пока у нас склон не освободится. Да, сейчас будет запускать с первых. Корнеев там стоит на старте. Корнеев стоит на вторых стартовых воротах, как я вижу. Нет, я больше чем уверен, что Гриша поедет именно вот в вот эту часть. С другой стороны. Гриша может ее и не ехать. Гриша очень стратегический райдер. Он сейчас... Кто у нас еще остался? Узденов проехал? Проехал. У нас еще Матковский Алим. Вот он Матковский, Авакумов. То есть понимаешь, как бы... Но Авакумов не конкурент Корнееву, по факту. Ну, Авакумов может дать. Следующий участник у нас стартует. Опа. Опа. И здесь 360 было или 180? Это у нас Андрей Труднев. Он как раз с первых ворот пошел. Смотри-ка. Еще трешка. Так, Труднев, Андрей. Вот еще здесь. Отлично. 2 360 подряд. Да. Сейчас, скорее всего, он на гребень. Просто прыжок надо сделать. Не нужно бэкфлип крутить. Просто прыжок. Нет, нет. Просто прыгни. Просто вот... Да, да, да. С гребчиком захват. Здесь есть. Есть. Хорош. Держать, 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 держать. Ну, держись, езжай. Ой, 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 ой. Два головонога. Ах. Ну, что, перекроют? Не перекроют. Ой, красиво. Вот это был красивый. Где-нибудь вон там. Сейчас он вот на эту сторону поедет. Смотрим. Вот сейчас дуга. И сейчас слепот сделает прыжок. Вот он. Смотри, вот он идет на прыжок. Сейчас сделай бэкфлип. Ну, давайте посмотрим. Давайте. Он пропустил его. Он не поехал, да. А там есть перегиб один. Ну, может, вот сейчас. Нет, тут уже не попадет. Уже все. Он едет на финиш. Там есть один. 49 номер у нас. Это твой братишка, Никитос. Так, ну что у нас? Смотрим, давай. Норвежский лыжник на старте. Выбрал он, в принципе, стандартную линию. Вот как бы, да, здесь чуть-чуть. Ай-яй-яй-яй-яй. Стоять, стоять, Никита. А он зажил нормально все у него? С здоровьем. Ну, вроде как, да. Коленка сделана. Убилировал ее. Да. Но это было еще в прошлом сезоне. Так, давай, Никита. Никита, давай, давай, прыгни. Ну, передумал, Никита. Прыгать совсем не полез. Здесь вылез опять на поле. Здесь надо аккуратно, потому что здесь вот эти глыбы, которые под снегом могут... Ну, что, видно, что его трясет там. Но Никита не стал рисковать абсолютно. Абсолютно. Зато здоровый, живой проехал, катанул линию. Здесь вот он проезжает, идет. А там дальше он еще... Еще есть, конечно, за нами прыжок один за перегивом. За шишкой за этой. Но уже... Не, я знаю, у Никиты были планы все-таки на первый газик спрыгнуть. Но то ли ему там не хватило ходов, не знаю, непонятно. В общем, Никита... Ну, вот райдерам тоже совет. Задумывай, если сделать все, едешь, не передумывай. Нельзя в последнюю секунду передумать. Это и к травме может привести. Никита просто проехал от начала до конца. А ведение его... Введение овыш, флюидность, это уже будет оценивать судьи. Да. А кто его тренирует? С кем он катает? С кем-то накатывает он? Он... Нет, я не знаю, с кем он накатывает. Так, что у нас не собрали? В последнее время у нас тут... Последний год образовались школы и наставники. И мне это очень нравится. И симпатизирует такой подход к соревнованиям. Когда есть группы, которые скооперируются, приезжают в определенную локацию, тренируются все для участия конкретно. Берут наставника опытного и... вся эта, как бы... Тихо. Мне кажется, это все дает плоды своих. Такие вот кемпы, так сказать. Я знаю, что в Шерегеше проходили кемпы и при Эльбрусье. Ребята собирались, раскатывались. Конкретно те, которые собирались участвовать в соревнованиях с Freeride Wall Qualifier. Ну что, ждем следующих участников. Есть что-нибудь теплое? Теплое? Ну, подадите. Да, международные бюджеты. Да, на первобородах включается? Дождите еще. Да, включается, Кир. Дождите, на первобородах. Да. Там я все-таки тут. Ну что, у нас участник под номером 51 Григорий Корнеев Сразу с ходу начинает с большого прыжка Здесь большой амплитудный, скрылся за... А, вот так он поехал, ага Еще один большой прыжок мы видим Исполнение Гриши Скорее всего, что сейчас еще один будет заход Вот Огромные пролеты у Григория Здесь правую часть он выбирает Здесь прыгает практически со всего, что может И здесь еще Большие прыжочки, но у Гриша Действует тактикой Да-да, это была тактика Это была тактика, так сказать Без особого риска Но тактически Григорий решил в этот раз Побороться за высокие места Я напомню, что тактика, стратегия Выбор линий Это все в совокупе дает Хорошие, высокие места Что ж, ждем следующего участника Ну что, у нас освободились стартовые Вторые стартовые ворота Мы видим здесь Следующего участника Который заезжает Такой, ну Ну, ползон Так сказать Станислав Короленко Сложную линию выбрал Станислав Так, что-то он там не может подняться Чуть-чуть присел по склону Ну, такой в опасненькой зоне Он выбрал себе линию Очень сложную Здесь, конечно Ну, что, что Что будет дальше Что было дальше Станислав Пока заехал в дебри И Весь снег практически Сошкреп вниз Ну, вот такую он увидел Свою линию Так, ну что, какой Да, все так Все так и есть Спирин Павел Вторые стартовые А, первый стартовые ворота Выходит на Стандартную линию Которую уже здесь Пробили участники Гребень и Скала Под Газексом Посмотрим Номер 50 Спирин Павел Ну, Павел выбрал Обычную линию И мы видим, что Они используют рельеф Не используют И ходов И ходы Ну, контролируют Ну, не быстро По крайней мере Первая часть Прошла не быстро Здесь уже Выполаживание Чуть-чуть идет И Здесь не Использует он Рельеф Для прыжков Не хватает ему Ходов Не хватает скорости Ну, что-то Как-то вот Да Сейчас совсем поехал Вот Максимально право Такая картинка Красивая Вид красивый Но Нет прыжков Нет прыжков К сожалению Достаточно Но По крайней мере Он доехал Он не упал И следующий старт Возможно Он уже будет добавлять Что-то Сделает выводы И Покажет достойный Проезд Взбилось Ульянов Александр Да Ульянов Александр Да Первый раз Две звезды Сейчас вы видите Вот Как хорошо Прекрасно идет Хорошее ведение Лыж Посмотри Сейчас еще Я думаю И прыжочек будет Ну Акцентировал Толчок акцентировал Ну нет Вот здесь вот Надо ему На скалку Подъезжать Ну он Нет Он не Нет Все-таки Новички Не такие Авантюристы Да Выбирают Более Простые Линии Но с Хорошим Ведением Техничным Пытаются Как-то здесь Пролететь Ну вот Чуть Ну нет Даже здесь Ну не больно Осторожно Осторожно Очень опасно 53 номер Ну Спасибо И на этом Что у нас Он и дебютант Да И проехал Опять же Поехал Без падений Это очень Очень Хорошо Да Но тоже Есть над чем Работать Есть над чем Работать У нас остался Из райдеров Из лыжников Авакумов Матковский И Вахно Чехов Ну вот сейчас Авакумов Матковский Получается Они будут Вот борьба За пьедестал Получается Подожди Еще Виталик Орловский Не стартовал Да Здесь Здесь же Как по мере Получается По мере готовности У нас уже Перемешались Все стартовые Ну Орловский Да Орловский Старый Волк 62 52 Да Голландцев Голландцев Владимир Город Москва А нет Это город Сочи Просто Садок Значит Местный райдер Да Значит Он здесь Уже На этом склоне Был Я думаю Да Скорее всего Что Да Уже Ну давай Ну имеется на дроп Почему ты Едешь Просто По кулуару Тогда Не пойму Ничего Линию Не выбрал Совершенно Ну он поехал Сначала На газекс А потом Уехал сюда На поле Но можно было Просто Прямого По полю Как-то Прямо Четыре Други Смысла Не было Ехать Зачем Трайверс Эти Нужны Даже Если Он бы Поехал По тому По дальнему Кулуару То Он Больше Было 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 Интереснее Да Ацелютно Согласен Вот Как бы Так Как бы Так Галация Владимир Еще И там Что-то Там Упало Или что Не видно Было Номер 55 Аввакумов Аввакумов Лешин Я знаю Что он Поедет Он Поедет Свою Линию На Которую Он Занимал Первое Место В Квалификации Однажды Первый Стартер Ну Давай Леша Аввакумов Алексей У нас Давай Некатеринбург Первый прыжок Горные Лыжи Тоже Уже Алексей Опытный Опытный Райдер Сейчас Я думаю Вот Пропустил Он Все-таки Первую Выезжает Он идет На второй Прыжу На гребень Давай Леха Ну давай Алексей Ждем Стоять Оп Хорошо Сейчас Я думаю Ну Нет 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 Здесь Большие Скорости Надо Гасить Ее Чуть Уходи Уходи В сторону Обратно Уходи Уходи Туда 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 Вот Здесь Еще прыгнул И еще Подпрыгнет Я думаю Ну Вот Ворот Следующий У нас Участник Я На двойке Не вижу Там На вторых Чтоб там Люди Стояли Там Уже Стоят Девочки Я знаю Что там За Девочки Стоят На вторых Стартовых На вторых На первых Стартовых Участник Поднала 54 Стоят Мужчины Три Два 54 Носков Андрей Это хороший Райдер Город Москва Он На одной Звезде На лыжах Выступал И занял Второе место Да Кстати Да Уже Которые Вот Несколько Дней Назад Закончились Он смотри Прыгнет Как его Тоже Вбок Отлично Молодец И прям Вот Тоже Не туда Ну Чуть Чуть Меня всегда Удивляют Райдеры Которые Выступают В двух Категориях И сноуборд И горные Лыжи Прям восторг Восторг И респект Ребятам Да И техника У него Очень Смотрите Молодец Молодец Вообще Отлично Интересно Он на три звезды Зарегается Наверное На сноуборде Или на лыжах На сноуборде Ну на лыжах же Он в призы попал На лыжах Он выступал На одной звезде Где было поле Обычное Я не думаю Ну что ж Хороший проезд От Андрея Носкова Номер 54 Напомню Что Андрей Выступал На этапе Который проводился На курорте Красная Поляна Буквально Несколько дней Назад И там Занял Второе место Категории Лыжи Здесь Ну будем честны Здесь пока Наверное Не пахнет Победным проездом В категории Сноуборд у него Ну Неплохо Неплохо Андрей Спасибо тебе Так Ну что там У нас Заминочки Паузы Я думаю Наверху Там холодно Наверное Мерзнут райдеры Да Ну девочки Конечно Тоже будут Показывать Линии Я вот знаю Двух девочек Которые поедут Ну девочек Там у нас По моему Прибавилось На две звезды По моему Там по 10 9 уже 9 девочек Матковский Алим Алим Матковский Это у нас Представитель Вот сейчас Вот смотрите Курорта Эльбрус Этот проезд Должен быть на подиум Он это понимает И осознает Сейчас в данный момент Что он может быть Смотрим внимательно За Алимом Он уже здесь Вот эта линия У него уже была В прошлом году Здесь Так Ну идет флюидно У него был Огромный прыжок Сейчас посмотрим Что здесь Алим придумал Алим за тебя Очень я знаю Много Ребят болеет Переживает Осторожно Пожалуйста Осторожно Так Алим Аккуратно Аккуратно Самое опасное Очень опасное место Очень Вот эти все Чемоданы Которые заледенели Уже Говорит Что ничего не видит Очень плоский свет Очень плоский свет Да Плоский Очень Уехал Уехал Он Да Мы видим Видим Тут надо ему уже проехать У него оригинальная линия Он там прыгнул Как бы Ну Он Очень хороший проезд Я думаю Что Он еще Александр Банченко По этой же линии Проехал Проехал Да Ну и вот Александр проехал В принципе Не то же самое Проехали Но у Александра Была потеря контроля Небольшая Опять же Ну Алима Выше прыжок 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 Выше был Мне кажется Да Как раз Один и тот же прыжок Одна и та же линия Будет судиться Вот этой Потери контроля Получается Александр Проиграет Ну балла Три Мне понравился Алима Алима Хороший проезд Всегда за него Переживаю Потому что Мы давно с ним Знакомы С Алимом Он еще и работает Спасателем На курорте Эльбрус В общем это второе Либо третье место Как мне По мне Ну на наш На наш взгляд Здесь В комментаторской Да Просто я не видел Марка Марк Быстр Был у него Там было Два или три прыжка По моему Два или три прыжка Получается корней Но у него Но у него Была Линия Другая У Марка Мне кажется Что здесь На вторых Воротах Она сложнее Изначально То есть Сто процентов Но То есть Заявляешь Как бы Ну прыжок Понимаешь Прыжок Вот этот Вот Хоть и линия У них сложная Но вот этот прыжок Второй Ну последний Да Вот они делают По факту Это маленький прыжок То есть Но это прыжок Но отсюда Он смотрится А я знаю Это лично Просто Можно Выбрать Интересный Финиш В этом году И снега Больше Намного Как бы Но Гриша же Вот с этой скалы Прыгал В том году Ну да С нее же Только он Максимально Флюидно Прошел Верхний Верхний Вот эту Часть Верхнюю Часть И на скалу Он прыгнул Сцед Видишь Они влево Чуть-чуть Прыгают Все Да А он прыгал Прям вот Еще правее На метра два То есть Даже если Сейчас бы Олим Чуть-чуть Туда бы Правее Ну если Мы снизу Смотрим То это Еще бы Амплитуднее Намного Смотрелось А он прыгнул В краешек По факту Мы сегодня Осталось На самом деле Тут Три-четыре Человека Наверное И тут Такое дело Что Мне нужно Кое-что Сказать Ребята Мне нужно Отлучиться Я сейчас Еду на старт Еду на старт У меня есть Райдеры Девочки Которые готовились Которых я готов К соревнованиям И не имею Права Пропустить Их Мне нужно Их запустить Так что Следите За Рейнбог Яны Сейчас нам Будет Показывать Интересную Линию Да Яна На заметочке У нас Да Все Микрофончик Ну что Мы отпускаем Сергея Все Всем Добра И добра Я пошел Аккуратно У нас Потом будут Еще Приедут К нам В импровизированную Студию К нам Приедут еще Райдеры Райдеры Которые Будут Вместе С нами Но мы Ждем Девочку Не буду Раскрывать Секретов Мы ждем Девочку Которая Будет Нам Помогать Комментировать Женские Заезды Я напомню Они у нас Пройдут Сразу После Мужчин Видимость Прекрасная Свет Плоский Ветер Наверху Присутствует Солнышка Нет Первые Стартовые Ворота 56 Номер Участника Сергей Казачок Город Дмитров Ну что Смотрим За Выбором Линии Сергея Здесь Неплохо 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 Первый прыжок Он использовал Заезжает На гребень На гребне Будет ситуация Разворачиваться Либо вправо Либо влево Либо по центру Сейчас мы все Увидим Но заходит На прыжок Все таки Райдер Да Ну Не хватило Ему Не хватило Ему Чтоб Не было Отрыва Доски Как бы То есть Он просто Съехал По Склону Ну В общем Так Заявка Была хорошая Но не хватило Немножечко Ходов Райдеру На мой взгляд Здесь Вот Тоже Что-то Он тут Прыгнул Такое Ну Неплохо Неплохо Главное Что все Едет Все Вывозит Не падает Не кувыркается Все прекрасно Все таки Использует Какие-то Небольшие Дропы Естественные Там Какие-то Небольшие Там Котечки Оттуда Прыгает То есть Здесь 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 Наверное Силы Немножко Покидают Хотя Нет Уверена Бодро Едет Вниз Здесь Уже Наверное Вот Как раз Таки Флаг Мы Видим Да Это Здесь Проходит Линия После Которая Уже Отсечка И Можно Уже Выдохнуть Чехов Асхат 59 Номер Первые Стартовые Ворота Горные Лыжи Асхат Представитель Карачаево Черкесской Республики Так Почему-то У нас Картинка Была Фамилия Другая Но нет Это у нас Чехов Асхат Вот так Осторожно Осторожно Размашисто По всему Практически Склону Пересекает Лавинные Выносы Здесь Надо Осторожно Осторожно Асхат Осторожно Что ж Такое Да что ж Такое Просто Я не знаю Видите ли вы На трансляции Но здесь Такие Большие Комья Которые Падали Сверху Они Соответственно Такие Прям Заледенели Вот эти Большие Куски Снега И они Конечно При плоском Свете Просто Реально Райдер Может не Заметить Просто Въехать В них Его просто Откинет Как часто Произошло С Асхатом Здесь Вот прям Если по центру Ехать Вот То здесь Как раз Такие Вот эти Лавинные Выносы Которые Вот такие Большие Лежат Поэтому Лучше Конечно Уходить Либо Правее Либо Левее Но По центру Здесь Прям Могут Быть Такие Нежданчики Постерегать У нас Осталось Буквально Пару Лыжников Наверное И Там Уже Ребята Сноубордисты Все Отлично Отлично Тоже Укрылся Эта штука Да Участник Под номером 58 Прохоров Борис Вторые Стартовые Ворота Давайте Смотрим Ждем Вот Мы увидели Уже Райдера Опять Сложную Линию Себе Райдер Выбрал Это Сложная Линия Все Таки Да Ну Вот Несколько Маленьких Таких Ну Да Уехал Уехал Борис Доволен Своим Проездом Даже Слышно Как Он Доволен Давай 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 Я напомню Это у нас Прохоров Борис Показывает Свою Линию Свой Проезд Дальше У нас Оценивает Судьи Хорошо Технично Проехал Молодец Борис Участник Под номером 61 Первые стартовые ворота И в окно Артем Давай Тема Болеем За тебя Ой Хорош Стоять Стоять Хорош Хорош Прыжочек Может быть Сейчас Еще Здесь Будет Прыжок Хорош Молодец Уверен Уверен Ребята 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 Большинство Проехало Да Да И в окно Артем Город Магнитогорск Я думаю Я думаю Я думаю За него Много Болельщиков Переживает Магнитогорск Магнитогорск 61 номер Да так ну по информации которая сейчас только вот поступила у нас один остался лыжник вот это у нас номер двадцать три шуаев василий ну и дальше ребята уже сноубордисты и скоро выйдут на старт девочки осталось 33 участника это вместе с девочками то есть у нас практически две трети участников уже завершили свои проезды даже проглядывает солнышко так но не тепло на самом деле ветерок даже здесь у нас студии наш режиссер пока участники готовят я напомню что у нас по моему завтрашнего дня у нас начинать из 12 до у нас роза хутор помню что следующее на соревнования пройдут на курорте роза хутор 12 будет регистрация 13 14 это дни стартов 15 запасной день погода вроде как хорошая на ближайшую неделю но плюсовая даже на пике будет плюс что это будет и как это узнаем попозже потому что погода в мини вносит коррективы постоянно периодически вот ну а сейчас сейчас у нас на старт номер 60 это игорь ильяных победитель призер много очень стартов и здесь и за границей игорь выступал очень опытный райдер все прекрасно его знают здесь отлично прыгнув захватом так набирает скорость здесь наверно вот прыжки здесь еще сейчас игорь напрыгает конечно здесь 180 360 была попытка ну еще 360 увез игорь выбрал правую часть склона все и гасит просто донизу в общем игорь тоже тактически тактически действует учитывая все факторы и снег и погоду так следующий молодец игорь хорошо проехал так это у нас последний из лыжников до номер 23 шуваев василий григорий привет нам студии приехал григорий корнеев будем сейчас с ним обсуждать текущие текущую ситуацию обстановку как на склонах так и вообще соревнованиями которые мы сегодня успеваем вроде как провести то более того что наверху был и там солнце давать начали вот да а бери еще вот тот вот тот еще пуфик так шуваев василий осторожно вот здесь вот эти чемоданы замерзшие вот прямо не получается напротив нашей студии ребята осторожно с ними да гришь давай там еще поправим нет почему периодически да вот мы помпом делаем бренд такой так ну что у нас заканчивает свой проезд крайне у нас участник под номером 23 шуваев василий это у нас категория горные лыжи мужчины проехали у нас уже все теперь у нас стартует теперь у нас получается мальчики сноуборд и пойдут наверное девочки как-то там организаторы решили может через одного либо отдельно к непонятно нам студию приехал григорий корнеев привет привет у ну что что я могу сказать подарок сегодня нам преподнесла погода на самом деле не все конечно же воспользовались этим подарком потому что иногда в подарках в этих пустышка какая-то была так это кто едет давай комментировать так это у нас нам нужен номер участника сейчас по я номер выводят сюда как вообще в такой маленький экранчик можно что-то видеть а игорян по стильку можно узнать игорь или иных сделал 360 с надува еще трешка и сожалению теряет контроль быстро его восстанавливает может показаться что у райдера не очень большая скорость но как человек который только что оттуда скажу вам в такой плоский свет двигаться на этом склоне крайне сложно еще раз подсадила приземление не видно то есть я ехал практически вслепую у меня видимость то появлялась то пропадала вот и я думаю что у игоря на сейчас видимостью все те же проблемы что и у большинства райдеров которые стартовали без света вот света приходи в общем плюс ко всему что стартовый номер уже нет это другой участник это олег вострова что игорь же проехал игорь проехал он там напрыгал там 360 у него там он и меня перебивая то я включил тут ради я сам не понял меня адреналин до сих пор еще я сам не понял да смотрю что второй номер я смотрю что-то игорь как-то ну то есть я просто все на видимость списал все вот эти помарки все косячки игорян конечно гораздо стабильнее ездит но он тоже выбрал ту часть но это я могу тоже объяснить почему райдеры в основном выбирают ту часть правую да именно до правую часть правую для нас для зрителей до для райдеров она самая левая и причина очень простая потому что свет супер плоский и вот получается левая часть со скальниками она настолько вертикальная что дополнительно к плоскому свету к облачности еще и отбрасывает тень а соответственно там дабл плоский свет у меня в запасе было две линии то есть ну на самом деле я рассчитывал на 4 линии но как бы две основных вот я думал тоже стартовать из вторых стартовых ворот которые как раз таки на крутичке находится но передумал в тот момент когда понял что там абсолютный флэт можно просто прыгнуть с дропа и не приземлиться потому что ты не видишь к ну как бы как в какой момент тебе надо отрабатывать приземление вот и соответственно поехал более консервативную линию на которой как бы можно под собрать прыжки и с ней тоже продолбался прыгнув один ну то есть и я увидел как предыдущие райдеры вылетают с надува и довольно-таки на маленькой амплитуде ну подумал но возьму давай подумал но возьму побольше ходов чуть-чуть и в итоге шмальнул так что выход обратно на гребень по которым я планировал ехать уже был невозможен ну и дальше я в голове просто сложил то что видел с утра то что вообще не рассчитывал не запоминал ехать вот но просто видел с утра и решил дальше импровизировать собрал то что видел но мы здесь мы мы здесь тоже сергеем булевым сидели здесь и смотрели и поняли что григорий пошла не по плану григорий перешел своей такой тактики мне нам показалось что ты просто тактически пытаешься сыграть потому что я думаю ты видел участников другие проезды и ты просто тактически поехал это не на сейве но ты просто выбрал но это сайфран это линия которую я себе выделял как линия на случай плохой погоды например вот если стартовать прямо сейчас свет стал золотистым и рельеф читается и вот этому часть на повезло давай посмотрим кто это съедет сноуборд можем с уверенностью сказать что артур да 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 прекрасно артур едет по гребню центральный гребень там неплохой снег но уже очень много следов и вот его подбивает на ступеньках недостаточно хорошо работает ногами для того чтобы удержаться на этих ступеньках они все да и все сноубордисты пром жалуются на это все вот здесь вот здесь вот плохой прыжок и неплохо держись 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 еще здесь прыгнет сейчас да отлично молодец вот хороший проезд единственное что втыкает втыкать может тоже из-за того что рельеф читается райдером плохо может у него маска не по погоде еще ко всему прочему и поэтому он едет ну теряет местами флюидность а так хороший сильный проезд несмотря на потерь потерю контроля молодец здесь сейчас вылетит отлично 63 номер да такое ощущение что он не читает рельеф ему тяжело приземляться но это был неплохой проезд по самой или одной из самых очевидных линий на этом склоне довольно таки приятно это выглядело вот может быть если стартовать сегодня в первых каких-то числах это было хорошим решением для тех кто просто сегодня же выпускали не вначале не в порядке стартовых номеров ну по моему но по по моему был первый у мастерякова никиты ну как бы как было но приглашали в неп непорядке стартовых да да кто готов давайте да да пример 23 мы видели только что он наезжал лыжник соответственно была возможность проехать по хорошему снегу потому что снег сегодня просто бомбический и райдеры которые приехали еще до начала соревнований я их встречал на канатке они вообще пищали от удовольствия все тупо катались забыв о том что нужно сохранить силы на проезды вот эти вот мне кажется просто уже у ребят просто исчезла надежда на то что мы успеем провести соревнования потому что по как сказать правильно по регламенту да у нас одиннадцатое число это уже не запасной день это не запасной да и та информация которая вчера была вечером накануне конечно на многих расстроила что канатка там да и какие там истории но сегодня вот раз и все опять перевернулась просто с ног на голову и достаточно быстрые были сборы сегодня но все оперативно спасибо и организаторам и участникам и все круто прошло я не знаю в какой аптеке закупают организаторы успокоительная и вот это вот все надо чтобы они поделились с контактами потому что это нереальная выдержка нереально это опыт у нас опыт разумеется но каждый год он какой-то мы прокачиваем свои из тех невозможных задач которые там подкидывает нам жизнь мы без фармы мне кажется тут не обошлось краснополянский чай хотя бы как чай мы чай выпиваем очень так что-то у нас какая-то заминка заминка до райдер кто-то там может у нас на самом деле здесь вот этот весь список он уже весь перемешался даже не отмечаешь ну какие я знаю что еще бричевский не выступал да так он наверно шурф копает где-нибудь охрен михаил о безопасности нашей без заботиться так вторые стартовые да покажите нам вторые стартовые ворота ну такой свет можно ехать вторые стартовые номер 64 буканов павел санкт-петербург 64 нет первые 1 года едет над газексом хороший заход хоть но и травер здесь он сейчас опять наверное в бог да бог прыгал все прыгают бог надо бы прямо а надо прямо вот молодец вот он и так ай-яй-яй-яй держись блин там трещина еще вот этот прыжок он чем коварен там хорошее крутое приземление но потом трещину в этот момент поворачивать нельзя нужно проезжать ее прямо и ногами отрабатывать иначе вот такие сюрпризы ждут хороший свет у райдера хороший рельеф читается то есть прямо повезло подгадал с проездом молодец молодец четвертый номер ровненький хороший проезд вылет но подпрыгни мы здесь не хватило скоро не хватило столько на хорошо прыгнул там я где-то подлетал небольшие были прыжки да ну когда у тебя были просто большие поэтому и амплитуда такая прыжка было прям нормально у меня было плоское я когда я приехал на финиш было полное ощущение что я слил проезд полностью то есть я ехал закрытыми дугами мало вылетал за исключением то может быть первого пролета и было полное ощущение что я слил но потом я посмотрел сбоку свой проезд и в целом красивенько для пенсионера пойдет настроение конечно кайфовое очень радует что сегодня у нас все-таки все состоится да 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 отлично это просто супер вот должна трансляции видно свечение видите да 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 солнце пытается пробиться чтобы делать девочкам на девочках согреть дать им хороший свет согреть их своими теплыми лучами и чтобы они не расстраивались потому что честно говоря по такому снегу девочек бы первыми запускать вот бы они потом всех бы любили обнимали и улыбались сейчас их конечно мучают на старте маринуют марину маринует но ничего может быть свет да тут хотя бы будем у нас все девочки такие прям бодрый бодрый маринует их не завалено и да 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 так следующий у нас не знаю о девочке а значит перемешку возможно что перемешку будут с мальчиками девочки сноубордистки наверно не ну по идее должны лыжниц выпускного ну вообще да ну сейчас мы посмотрим на старте все происходит но бордистов же больше как всегда наверно да а это уже заветало сегодня серьезно да мы его так держали сидим в палатке с камин в комментаторской то в комментаторской и тут такой ветер задумал порывы да 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 встречались уже не шуточные что солнышко ну да в той стороне бывает разная погода погоду качает еще наверное одним из больших и позитивных моментов которые стоит отметить сегодня это то что мы проводим соревнования по хорошему снегу дальше на последующие дни изотерма будет резко подниматься с каждого днем все выше и выше снег качество снега соответственно будет только ухудшаться и вот это для райдеров это очень важно вот это хорошее качество снега сегодня потому что они могут продемонстрировать свои умения раскрыться в лучшей степени вот и дальше конечно проведение соревнований будут только усложняться очень круто что мы сегодня здесь здесь и пользуемся этим отлично вторые стартовые ворота окном вторые стартовые о по девочке боевский сноуборд и сразу со вторых стартовых ворот это заявочка идет по кулуару анна терентьева я так уже сейчас с опаской комментирую райдеров по именам тут какая-то путаница у нас есть по-русски у нас есть по-русски а сейчас я это все достану дело сожалению тоже ловит перегибы которые не очень хорошо читаются в этот плоский свет там небольшая трещинка на выкате сейчас выходит на открытое поле здесь очень много улиток снежных точнее это не улитки а чемоданы которые образовались в результате падения козырьков обрушения козырьков и с одного из них она прыгает отличный вот это да вот это да не ждать она разобралась до ситуации воспользовалась тут все типа объезжают таким да 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 раз и обработала надеюсь судьи все это оценят по достоинству терентьева она красная поляна ох вот так то есть проезд молодец линия отлично и свет появился на первых стартовых воротах сейчас номер вот ему повезло шестьдесят пятый у нас пашков павел пасков пасков павел пасков павел пасков так первые стартовые ворота следим внимательно прыжочек на заходе бэксид выбивает из-под сноубордистов сегодня снаряды не привыкли они наверняка к такому снегу который в красной поляне и бывает не часто снег очень быстрый скользкий привыкли кататься по пояс снегу а тут вот это вот соревновательная история дальше едет кулуар красивый хороший техничный проезд небольшой прыжок на выходе из кулуара поверни не надо так долго сидеть ой прыжок бомбочкой да наверное так и планировал райдер хороший динамичный проезд пара помарок и бэксидов еще добирает небольшими прыжками внизу еще прыжок еще где-то здесь у нас проходит у джаджин клайн и надеюсь ему не засчитают этот мощный карту ему ровно было или а перед перед наверно он таким образом перешел эту линию на перешел красную черту вот решил запомниться затем как бы отметиться таким образом кеда брать и пишут это по марку вот там на самом деле вот на этом выезде самый плохой снег то есть там и разгоняет хорошо и в то же время следы от лавины может подвести вот эта вот история опять у нас старые стартовые ворота вроде как это у нас наверное получается тоже девочки на надежда шамбер оооо надюша давай 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 вообще вторые стартовые ворота надяда отличный выбор отличный выбор надежда молодец она появится едет самую крутую часть этого фейса вот прямо самую самую лютую жесть выбрала надя такой стип сноубординг я знаю что есть стип скинг а это стип сноубординг надеюсь есть такой термин офигенный контроль всего три парня сегодня на 4 да то есть девочки вообще очень надя опытная не буду говорить там что у кого стальное дорожде рож офигенная заявка еще добирает про очень сложная линия влау сложная линия сто процентов лидерская да 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 максимально сложная плюс на этой линии сделать прыжок на выходе это очень круто и дальше флюидный хороший проезд супер техничный вот добирает внизу тут не совсем оператор успевает на эту скорость перефокусироваться чтобы нам показать картинку вот офигенный проезда вообще но у коммент такой прям как мы любим говорить проезд на тумбочку называется на тумбочку однозначно очень сложная линия хорошие прыжки и самое главное хороший контроль чувствуется опыт наконец-то вторые стартовые ворота стали распечатывать так а кто это у нас номер сейчас появится вторые стартовые тоже крутая там бы контроль держись пожалуйста а его несет прям учит не но он сейчас понял что он творит какие-то какую-то опасную дичь но я скажу что это круто атакишиев тимур вау-ау-ау-ау-ау-ау трещину то не видел что лету блин это было опасно тимур тимура тимур из какого у нас города это город владивосток издалека приехал до сдал ну блин но это была заявка линия которую сегодня не проезжал никто да кто он кто туда не ездил до супер креативный проезд а по и здесь еще какие-то танцы какие-то танцы показывает города кажется после вот этого втыка в трещину его там немножко ушатала и такое ощущение что он так чуть-чуть растерялся да куда я хочу делать вот блин заявка была очень классная если бы он в конце контролируемый прыжочек добавил ой 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 что-то его подбивает в общем тимур спасибо тебе за проезд хорош проезд хорошая такая линия была интересная порадовал а 81 это у нас дымчук на анастасия анастасия бутилкова ждем это наверное а нет она наверное уже участвовал у нас анастасия потому что вот иванова алена она вот в первый раз у меня отмечено будет участвовать на две звезды все внимание на вторые стартовые ворота анастасию ждем куда она поедет какую линию выберет для своего проезда камера нам ведет чуть ниже да получается стартовых да нет она знает в кулуар она в кулуаре да поэтому мы ее отсюда не видим из комментатор глазами нам не видно ее проезд вот она появляется из кулуара хороший контроль флюидный проезд делает повороты ищет какие-то варианты для прыжков прыгает с надува еще прыжок очень аккуратный техничный еще прыжок и контролируемый спуск очень приятно смотреть на такие проезды у девочек здесь она обижает эти до лавинные лавинные камушки как мы называем до глыбы лавинные но здесь хорошо технично ведет поворот хорошая техника хороший контроль снаряда добирает маленькими прыжками уходит из нашего прямого поля зрения дальше можно ввести ее только на камеру еще прыжок супер заперегиба да да отличный стабиль девочки вообще прям вот слушай как на единички да на единички девчон парни рушились уезжали не туда что-то потом девчонки поехали опа держите пожалуйста мужские проезды никто не ожидал они там устают купе копят эту энергию потом ее всю выплескивают на стартовый склон что мы опять улетаем нет в канзас правое крыло правое крыло оторвалось кто нибудь закопайте нас обкопайте тут вокруг так ну что у нас теперь кто-то из ребят сноубордистов будет стартовать на первых воротах кстати надежда надежда шамбер обещала к нам заехать сюда в студию ой она отпустит меня съесть бутерброд да я думаю да она скоро скоро появится обещала к нам заехать упасть заодно и послушаем как там сейчас именно на медведев евгений евгений медведев до первые стартовые ворота едет газ около газекса прыжок с надува обрабатывает гребешок вы попытка зайти в свече но мне кажется она не очень у него успешная тоже борется с плохой видимостью бойца с уже сложным снегом выезжает на открытое широкое поле и вот ему свет дает потихонечку чуть получше стало чуть под золотила давай можно ходов теперь добавить если еще с лавинного выноса уйдешь так и снег новаше станет давай давай вот туда все таки держится зачем-то на лавинном выносе но кстати судя потому что он оставляет след даже на лавинном выносе значит лавинка нет как же колбасит порывы такие прям наверху но у нас порывы бывают серьезные наверху нормально кроме адреналина который лился из ушей и всех других щелей я очень чего не заметил никакого ветра в общем лавинки мягкие можно ехать довольно таки быстро по ним единственная опасность здесь на выкатах представляют вот эти чемоданы гигантские снежные но как мы видели девочки и их обрабатывать да чуть ниже сейчас дело это пошел у нас бордистка до первые стартовые ворота идет по гребню это номер показывает догадывания помахала руками прыжок ведь и очень хороший иванова алена алена иванова 83 номер до потеря контроля хорошая скорость прям сравните скорость предыдущего райдера и этой девочки супер скорость ей тоже здесь внизу повезло со светом здесь бы надо поаккуратнее меньше проскальзывания больше поворотов хорошо но она знает что она делает явно видно по уверенности с которой она едет ну вот себя добавлю что это первый раз человек участвует первый раз это первый раз у меня специально есть отметка друзья заходите и вы к нам дал это не смотря на то что вы может первый раз участвуйте в соревнованиях потому что вы видите какие какой уровень да 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 оказывают на своих первых проездах да 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 это первый приятно это видеть алена алена спасибо тебе да очень круто девочки удивляют каждым годом все больше и больше так куда мы смотрим чего мы ждем сноубордистов жалко что по списку непонятно сколько осталось да но сейчас мы очевидно ждем ну тут человек наверное 7 наверное осталось ну как я вот так думаю 7 может быть 6 так первые стартовые ворота первые стартовые ворота ждем участников на сноуборде так 69 это мусин роберт 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 у нас челябинск шифточок на старте вот вот надув чека очень хороший стиль еще один прыжок вот как раз этого перегиба утащила меня ну да 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 хватило вернулся он да и сейчас наверное прыжок будет на большой дробь оп хорош молодец молодец устоять второй сразу хорош стоять стоять это очень хорошая заявка и здесь еще еще прыжок молодец очень хороший проезд несмотря на том что на первой скале показалось маленькая амплитуда это был замысел для того чтобы уйти на авто он еще прыгает отлично добирает добирает линию линия очень насыщена прыжками хороший контроль лично отличный проезд то есть там еще есть загашники да такие зелые проезды у ребят не может не радовать девчонкам ответочку кину получается но у девчонок то есть кому отвечать тут еще и татьяна голованова и шевченко татьяна и кастрюлина лиза еще я сейчас зададут татьяны зададут сейчас хорошие так вторых ждем так реставратор и стартов девочки очень просто 1 за 1 2 стартовый выбираю они решили что пацаны что сегодня ленятся во вторые ехать дай-ка мы на себя возьмем и так она может чуть ниже наверно она заходит в дальний кулуар в дальний кулуар тоже у нас напишите пожалуйста пишите нам в комментариях вот она выехала машет руками на въезде в кулуар по стилю на Таню похоже на Таню Голованову по-моему да это большой дроп это сто процентов Танюха мы ее уже Тань мы тебя узнали без подписи да уже выделяешься стилем ай красиво Оу вау 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 держаться держаться стоять кайф какой хороший тянам ее трещина подбила держаться на ногах Таня держи этот темп держи скорость но это лучшие дропы на сегодня от девчонок да и они сравнятся с прыжками парней лыжников Татьяна опытная, она неоднократно уже побеждала, по-моему, призы каждые соревнования. Татьяна, если участвует, то всегда в призах. Хороший прыжок здесь внизу, возле комментаторской, с перегиба. Жалко небольшую потерю контроля вот в этой трещине, которая на самом деле из-за плохого плоского света не читается. Надеюсь, судьи не будут сильно за это снимать, потому что это был действительно мощнейший, сильный проезд. Таня супер молодец, удивила, как всегда на самом деле. Как всегда, да. Казалось бы, чему удивляться, а берет и удивляет. Да, да. Молодец. Опять вторые, что ли? Что там проскочило мнение по поводу стартовых? Нет, камера на первых. Или вторых? На вторых. На вторых, да. Вторая камера на вторых. Угу. А, в кулуаре кто-то стоит. Так, это у нас 72-й номер, это Воловиков Артем. Кингисепп. Кингисепп. Номер семьдесят. 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 А, это семьдесят. Бричевский. Это Антон Бричевский. Да. Лавинная служба курорта Альфика Сервис. А я скажу больше. Полиция Снега на связи. Полиция Снега на связи. Самая дальняя, левая, левая линия. Вот, вот так я вижу, да. Крутой гребешок. Это, вау, вау, подбивает Антоху. Держись на ногах. Это очень креативная, очень интересная линия. Хорошая линия. Там еще, по-моему, никто сегодня. Там никто сегодня не ездил. Это очень сложно и судьи оценят это по достоинству. Ну, домашние. Небольшие помарки? Да. Ну, домашняя заготовочка от Антона. Достал из внутреннего кармана. Давай, давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Антоха проехал мимо нас. Пронесся, можно сказать. Пронесся. Причем, ну, как человек, который часто катается первым следом, у него борода была в снегу. То есть, он ее вообще оттуда не вытрясает, этот снег из бороды. И едет все время с ним. Ну, что ж, Антон. Крутой проезд. Отлично. Спасибо тебе. Такой тоже, на самом деле, с такой линией, я думаю, это тоже где-то в районе там тумбочки будет. Чем эта линия еще знаменита и примечательна? Тем, что с самой дальней части этой линии есть скальник, с которого пытались в свое время прыгать. Ну, не буду говорить плохое слово самоубийца. Но, да, прыгать, прыгать будет. Прыгали оттуда, прыгали, прыгали. Прыгали оттуда и Иван Малахов, и Дрис Узденов. И из-за того, что... По-моему, Алим Матковский в свое время оттуда прыгал. Скала просто гигантских каких-то размеров. Вывести, конечно, ее очень сложно. Ну, и уж точно невозможно вывести ее в такой плоский свет, как сегодня. Я уже заладил с этим плоским светом. Ну, он действительно так, я даже... Да, да, да. Он опять ухудшился, к сожалению. Вот. Но это эпическая линия, эпичные прыжки. В общем, на перспективу хорошего снега и хорошей видимости. Так, ну, кто? У нас сейчас кто-то из девочек стартует. Девчонки на сноубордах? Да! Девчонки на сноубордах. А где... А, ну, они решили всю сноубордическую сперва запустить, а потом лыжников. Да. Лыжница ставить, да. Лыжница. На сладкое. Так. Кто это у нас там готовит? Машет рукой первые стартовые ворота. Ну, да. 77, говорят. 77 не может быть. Мария... 87. Шумилина. Шумилина Мария, да. Прыжок с надува в самом начале. Потихоньку двигается по гребню. Ищет варианты для прыжков. Прыгает с надувчика. Небольшой метровый дробчик. Уходит дальше на самую правую, самую дальнюю стенку. Это крутой гребешок, который разделяет, получается, вот этот цирк, в котором мы сидим, в котором мы находимся от Шумихинского цирка. Внизу здесь скала, с которой можно прыгнуть, ну, или просто съехать, как вариант. Ну, пока она просто едет, по-моему... Но я хочу прокомментировать этот проезд, то, что девочка, как ее, Мария, да? Мария держится гребня и с комментаторской, и с судейской точки. Это неплохое решение, потому что она выглядит очень контрастно. И в таком... Ну, по линии, получается. По линии, да, да. Сбоку читается ее проезд хорошо. Чуть добавить динамики, и будет прям совсем хорошая картинка. Не рискует. Поправка на свет, поправка на то, что много следов. Такой вот, на сейве такой проезд. На сейве, да. Потому что она в каких-то местах вообще даже не кантовалась, просто ехала на одном канте. Здесь уже чуть выполаживание. Начало делать повороты. Ну... Хороший сейвовый проезд. Да. Внизу небольшие прыжочки добавляет к своему проезду. И где-то здесь уже будет пересекать финишную линию. А дальше потихоньку до финишных ворот. Не спеша. Еще решила в лесок чуть-чуть заехать между елочек. На самом деле, в такую погоду... Какие там елочки? В такую погоду лес или даже движение между кустов, это оптимальное решение для того, чтобы хоть как-то создать себе возможность ориентироваться. Когда рельеф весь сглаживается и становится плоским, всякие кустики и камушки, они, конечно, здесь помогают фрирайдерам находить свой маршрут, прокладывать свою линию. Но судить в условиях лесного катания или катания в кустах, конечно, гораздо сложнее. Поэтому все соревнования чаще всего проходят в альпийской зоне. И только за редким исключением их переносят, как было на FVQ. Одна звезда в Красной Поляне в зону леса, где есть лучшая видимость. Итак... Мужчина сноуборд. 71 номер. Это у нас Александр Горлов. Город Москва. На сноуборде. Так, у него там даже и свет ему в дорожку дает. Включают, да, свет? Включают, включают. Посмотри, как следы стали читаться на склоне хорошо. Есть шанс на хороший динамичный проезд. Тем более вторые стартовые ворота. Ну, Игорян идет. Едет на стенку. А мы тут комментируем? Едет на стенку, где только что был Антон Бричевский. Игорян, привет, привет. Неужели он решил на большой дроп заехать? Можно. Нет. Свернет. Чуть-чуть райдер, наверное, переоценил или недооценил крутизну склона в этом участке. И только на собственном шкуре, на собственном сноуборде, прочувствовав, решил оттуда ретироваться. Можно к вам присоединиться? Конечно. Я могу уступить, потому что я очень голодный. Я тебя могу даже угостить, если хочешь. Чего? Ты с едой еще ехал? Если ты с едой, welcome. Меняю комментаторский микрофон на еду. Александр Горлов, да, у нас? А, вот он, вот здесь уже езжает чемоданы. Объезжает чемоданы. Так. Объезжаю? Давайте я помогу. Давай я выйду, да, а потом мы... Оп, оп, оп. Ой, кто? Так, да не, мне лучше... Как раз Александр Горлов сейчас с первого проезжает здесь сейчас. Спасибо. Нашу комментаторскую. А я пролезаю. Да. Что запускать? Я передам. Запускать не надо. Всем привет, дорогие друзья. С вами Игорь Ильяных. Вот Игорек приехал. Посмотрим. Тут, кстати, достаточно удобно у тебя. И не холодно. Я, на самом деле, почему сюда бежал? У меня сегодня сестра. Первый раз наступает. Мы видели, мы видели. Да, у нас есть отметки. Видишь, в этот раз мы помечаем всех, кто первый раз. Потому что очень... На одной звезде было очень много первоклашек, так сказать. Да? Угу. Но моей страще не успела проехать. Нет. Супер. Я успел. Игорь Илья, девочек, выжил и коснулся. А, сейчас просто сноуборд мальчики и девочки сноуборд. Да. Смотрим, значит, на стартовые ворота. Вот у нас первые стартовые ворота. Угу. Так, сейчас мы смотрим, нам пишут здесь потом кто это. Угу. Потому что мы сейчас не услышали. Кость, какой номер? Сейчас посмотрим. Это, мне кажется, Таня Шевченко. Нет, это Елизавета Кастрюлина. Хотя... Какой номер? Не видно пока. Постилю на Танюху похоже. Да, мне кажется, это Таня Шевченко. Я ее сразу по стилю узнал. Ну да, это, по-моему, Татьяна Шевченко. Как раз таки выбирает вот правую линию, где сейчас хорошо видно рельеф. Угу. И, кстати говоря, сверху... Если это прыгнет, то это точно она. Да, да. Это она. Это она. Да. Ну хорошо, кстати, едет. Там хороший снежок, потому что еще пока что. Пойду поздравлю ее на финише. А у тебя там есть это чего пить? Держи, попей. А как? Просто нажимай вот сюда вот. Ну. Ой, я в очках не вижу. Хороший проезд. По дорожке собирает тоже прыжочки. Очень уверенно едет. Мне кажется, что это хорошая заявка. У райдеров, которые много катают фрирайд, у них прямо видно накат, что они очень уверенно едут. Едут на хорошей скорости. Видно, что рельеф отрабатывают. Хорошая стойка. Их прямо сразу можно считать. Это у нас сейчас. 72. Вот он. Артем. Воловиков. Артем. 72 номер, да, получается? Еще пацаны, значит. Ну тут еще не все, да. Тут осталось человека 3-4, наверное. Тут, наверное, по классике пацанов больше, лыжников больше всего. Или в этом году. Нет салбордистов больше. Да. Классно. Так, а у нас номер 72, вторые стартовые ворота. Артем Воловиков. Артем у нас из Кингисепп, город. Так, выбрал он такую, да, достаточно так. Креативную линию. Креативную сложную линию. Ой-ой-ой, осторожно, осторожно. Хочется сказать, что очень опасно там падать, потому что есть вероятность кубырем полететь в самый-самый низ скал. Да. Потому что скал, ой, он прям за... Мне кажется, немножечко он заблудился. Он сбился, он, наверное, сбился со своей линией. Кстати говоря, мне кажется, он тоже первый раз выступает. Нет. 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 Уже был он, да, но вот он эту линию всю как-то проехал, собственно говоря. Ну там на самом деле очень тяжело заблудиться, потому что и видимость сейчас тоже не очень хорошая. То есть можно буквально просто перепутать снег и подумать, что находишься в другом месте. Но едет, кстати, снизу тоже достаточно уверенно. Я думаю, что сейчас будет собирать прыжки чуть ниже. А вот эта зона тоже очень коварная, потому что здесь очень много, много кусков оборвавшихся карнизов. Такой ветер тут задувает капец. Падали, уже прям врезались ребята, падали и как бы такое, да. Опасно, опасно. Так, это у нас что тут такое? Все, он уже пересек линию судейства и поехал вниз. Ну, в принципе, вот если бы не упал, интересный был бы проезд. Потому что очень... Если бы он его проехал. Да, да. Потому что вот там линия действительно очень интересная. Ну, я больше всего жду девчонок-лыжницы, очень хочется посмотреть, как они поедут. И, конечно же, поболеть за свою сестру. Но Надя сама изъявила желание, да? Да, да. Она на самом деле давно хотела. Просто она побаивалась. А я ей говорю, ты чего, надо пробовать. И вот в этом году она все-таки собралась с мыслями. О, у нас тут палатка лезет к нам в эфир. Давай я поправлю. Ну, нам. Мы можем и по трансляции смотреть. Да. Да, мы в том году с Надей пересекались с войной тимой. Мы с ней там виделись. Да, на самом деле у Надюхи мне очень нравится стиль. Она едет очень красиво и технично. Но я считаю, что самое сложное в соревнованиях, это именно справиться со стрессом. И вот последние пару дней мы с ней этим и занимались. Я как тренер, можно сказать, приезжал, забирал ее из дома, рассказывал. Мы выбирали линии. И это, знаешь, такой опыт, которым очень приятно делиться. Поэтому Надюха все знает, она молодец. Я думаю, что все будет в наилучшем виде. Ну да, пока это как бы да, проверка первой средки, небольшой стресс. Она потом поймет, научится и совладать. Это же как бы такая медитация определенная. Ну да, ну как сказать небольшой стресс. Вот я на самом деле научился справляться с тревогой, как это называется, с мандражом. Но когда я вот уже оказываюсь в стартовых воротах, это просто ужас какой стресс. И вот в этот момент я не знаю, что можно сделать. Ты вроде бы как бы готов, все нормально, но в конечном итоге ты стоишь в стартовых воротах и все равно... Да. Это откуда-то все равно изнутри где-то сидит, это все-таки... Да. У нас просто здесь, я держу просто полоску, потому что... Уже пару раз ее просто отрывало от земли. Кстати, сейчас хорошее видимость, сейчас хорошо видно. Да, да. Это очень хорошо для участников. Угу. Ну что, Михаил. Михаил уже тоже, может сказать, опытный, уже много участвует. Написано, что он из Ивантеевки. Так. Интересно. Как катаются в Ивантеевке? Сейчас посмотрим. Нет, он... Михаил катается на всех курортах. Это же у нас по прописке, там, в Ивантеевке, да. Везде бывает, везде катает, по-моему, на Эльбрусе был и здесь всегда приезжает на соревнования. Сейчас посмотрим, какая у него линия, что он придумал. Вот он пошел. Здесь сразу с прыжка начинает, да? Да, в этом году очень хорошо с ворот прям стартовать. Здесь можно прыгать, и там самое интересное, что неплохой снежок сверху для приземления. Вот, смотри, как хорошо он прыщет. Еще один прыжок, да. Вылезет на гребень или... А, нет, все-таки он ту правую часть выбрал. Да. Для них это левая, для нас это правая. Да. Да, сейчас на камень заедет. Примерно едет, как Татьяна Шевченко. Это ее линия, в принципе, да? Да, да, да. Так я там же ехал тоже. Ты там же ехал, да? Только он первый прыжок не стал прыгать, прыгнул со второго и аккуратненько уходит в сторону, сбрасывает скорость и едет дальше. На самом деле вот хочется сказать, что еще очень большое значение влияет, играет точнее регуляр ты или гуфи, едешь правой или левой ногой. Потому что некоторые споты хорошо под правую ногу, некоторые под левую. Под левую, да. Вот, например, для меня этот спот, вот как мы смотрим сейчас вверх и уезжаем направо, он идеально подходит, потому что я регуляр и я могу сбрасывать скорость просто на заднем канте. И это не выглядит как траверс. Как траверс, да. Это выглядит просто как длинные такие повороты. Если бы я был гуфи, то, возможно, я выбирал бы другую линию. Мотайте на ус, дорогие наши зрители. Неплохо, вроде не упал даже нигде. Я просто знаю, что многие ребята, которые в этом году участвуют здесь, они в прошлом году смотрели трансляцию, посмотрели трансляцию, посмотрели как здесь. У нас еще год приехали, зарегались и они уже во всем этом комьюнити. Трансляция тоже как бы... Трансляция это очень важно и очень круто. Потому что я посмотрел на трансляции всех своих конкурентов и понял, как я поеду после этого. Так что это тоже своеобразное читерство. Да, я тоже так думал, когда... О, кто? Это Елизавета Кастрюлина. О, отлично. Это уже... Человек поднимал... Уже она была на подиуме у нас на Красной Поляне. Да, на трех звездах она, по-моему, занимала второе или третье место. Ну вот на одной звезде она, по-моему, вторая, по-моему. Да, да, да. Лиза выбрала такую линию интересную, да? Едет на большой дроп, но... Но проскочила она, по-моему, его. И видишь, там еще из-за того, что много людей там прыгали, там уже такой лед образовался. И там очень тяжело собладать с приземлением и скоростью. Поэтому она немножко отсаживается и дальше едет по поляне, по которой, кстати говоря, тоже не очень комфортно. Не стоит, да. Ехать? Ну, она здесь какие-то прыжочки собирает. Посмотрим. Ехать по лавинному следу не самое приятное, да. Ну, не самое, в принципе, не самый очевидный выбор. Но, скорее всего, у нее план взять дропы, которые вот рядом с нами здесь находятся, и она сюда и метит. Так что сейчас посмотрим. Елизавета уже тоже, можно сказать, опытная, да. Да, она очень опытный райдер, она работает гидом, я знаю, в Шерегеши, на ратраках. Да, и в целом у нее очень хороший накат, мне вообще нравится ее стиль. Она хорошо, у нее хорошая стройка. Они, по-моему, целой командой приехали сюда, с, так сказать, с той части... России. России, да. Бескрайней. Не, мне нравится то, что райдеры объединяются сейчас в какие-то кэмпы, в какие-то такие, ну, как бы... Совершенно меняется подход райдеров к соревнованиям. Уже это как-то более так осознанно, уже какие-то кэмпы есть, которые ребята ездят, тренируются, единомышленники. То есть это такое, прямое развитие такое, хорошее идет, интересное, как и должно быть. Знаешь, для меня было удивительно, я же участвовал на одном из этапов фрирайд-волтур, здесь в Красной Поляне, точнее на Розахутер, когда курорт еще был закрыт. И меня удивил подход, там все райдеры просто как лучшие друзья. Я тоже выступал, я был тогда самый молодой участник, 18 лет. И я такую поддержку получал от райдеров взрослых, это было невероятно круто. И вот у нас сейчас тоже так. У нас сейчас тоже так, да? Да. Так, у нас старта... Какой номер? 74 номер. Так, Егор Кузнецов, 74 номер. Комсомольск-на-Амуре, кстати, вот ребята там из Комсомольска-на-Амуре там приезжают, Владивосток. Ребята вообще прям с уголков, с Камчатки я знаю, ребят приехали. Прям радует. Так, да. Но видишь, там очень опасно, то есть ты можешь приглядеть себе линию, а когда ты оказываешься там сверху, то все оказывается совершенно иначе. Но несколько ребят уже заезжали туда и спускались на одном канте, соответственно весь этот снег они как бы под себя забирали. Да. Это конечно не очень хорошо, тут конечно надо ехать все-таки, а не... Если кто выбирает конечно такую линию, то ну она сложная, но ее нужно проезжать конечно все-таки. Здесь вот, вот так как сейчас происходит у Егора в какую ситуацию попал и вниз как-то так-так, ну... Зато прошедрок, да. Хотя, да, вот он подошел на прыжок и выехал. Да, но конечно по флюидности будут минусы. Будут снимать баллы, да. Потому что и остановки, и как-то вот эти прыжки, и ты трогаешь слом руками, ты же как бы вот ну... Но по крайней мере он просто себя подвел под прыжок, прыгнул и... Че-то подустал мне кажется Егор. Да, он мог там просто морально немножко от такой сложной ситуации стрессануть, мне кажется. Ну что Егор, спасибо тебе. Надеюсь ты сейчас доедешь, там уже все нормально будет. Потому что у нас уже оператор показывает нам фейс склона нашего. Да, готовятся следующие участники. Я думаю, что это уже будет... Девочки выберут. Да, или Юлия, или Елена Дьякова. Надо отметить, что не всегда по порядку участники стартуют. Иногда райдер на старте может быть не готов. Или просто отсутствует на старте в таком случае, чтобы не тратить время. Судьи разрешают стартовать тем, кто готов ехать. Да. Ну сегодня так и было. Особенно утром первые, кто стартовали по готовности. Ну пока никто не стартует, еще никто не готов. Ну там-то и осталось на самом деле. У нас получается полный состав девочек. Там девять девочек, лыжниц. И здесь получается две сноубордистки. И по-моему парочку еще ребят сноубордистов. Да. То есть в принципе тут человек десять, наверное двенадцать осталось. Да. Обратите внимание, как меняются погодные условия. Вот в данный момент видимость стала очень плохая. Да. И рельеф читается гораздо хуже, чем у предыдущих участников. Я не знаю, что они видят, но у меня все сливается. Вообще просто первая треть спуска, она вообще просто однородная. Просто белый плен. Да, так и есть. Из года в год здесь проходят соревнования и каждый раз разный рельеф. Каждый раз разные погодные условия. Ну в этом году вообще что-то как-то невероятное происходит. Да. С погодой в Красной Поляне. дожди, которые шли там на высоте там тысячу пятьсот. Меня это вообще просто пугает. Да. Ну что такое. Таксисты нам скажут, что это все из-за туннелей. Давайте закроем туннели. Так, что у нас стартовал? Пары стартовые. Похоже, что да, вот у нас дрон полетел до Темыча на FPV. У нас просто наклоняется. Да, кстати, если у нас тут так дует, то представляешь, что там наверху. Вообще, я им сейчас не сладко. Так, это у нас Елена Дьякова. Город Санкт-Петербург. Стартовые ворота. Стартовые ворота, да. Ну, скорее всего, она, наверное, в кулар поехала. Раз нам оператор показывает кулар. Да. Кстати, там, где она заезжала, там сверху очень хороший снег сейчас. Конечно, погодные условия сейчас тяжелые. То есть, я такого теплого февраля не помню в Красной Поляне. Да. И очень интересно, что нас ждет на трех звездах. Нас ждет там плюс. Да. Плюс, это точно. Плюсовая погода на пиках, это, конечно, то еще приключение. Потому что соревноваться с таким снегом. С снегом. Аккуратненько объезжает все неровности. Но здесь надо быть. Вот сейчас опять лучше стало, да, по свету? То есть, постоянно вот какие-то изменения. Меняются условия у нас постоянно. Тоже едет и будет сейчас здесь, видимо, еще добирать прыжки. Я думаю, что просто она покажет такой сейвовый проезд. Да. Мне кажется, что у некоторых участников задача проехать и... Вообще просто проехать весь просто склон от начала до конца, как бы, да, и не все себе ставят задачи там какие-то там... Бэкфлипы. Да. Иногда важно просто даже проехать чисто, аккуратно то, что вы задумали, чтобы уже на следующих стартах немножко повышать ставки и уже делать какие-то более сложные элементы. Да, кстати, да, хотелось бы... Я все вот сижу, смотрю, переживаю за Идриса. Потому что, блин, мы сидим здесь, ну, как бы... Мы это все видим, помочь не можем, и от этого, блин, еще и хуже, блин. Ну, реально. Да, к сожалению, очень травмоопасный спорт. Брат, поправляйся, поправляйся. Мы знаем, что там, блин, дернул ты ногу. Поправляйся скорей. Все тебе передаем привет. Желаем скорейшего выздоровления. Будь здоров, дорогой. Особенно опасно, я хотел сказать, для людей, которые работают гидами, получать какие-то серьезные травмы, потому что это сразу вылетает работа в сезон, и для многих это очень важно. Но многие же не участвуют поэтому в соревнованиях, потому что у них есть работа, которая также им приносит удовольствие, и в этом ничего нет. Ребята как бы любят горы, катаются, у них, соответственно, есть школы, группы, им просто, ну… Мне кажется, что соревнования – это для тех, кто хочет показать себя, кто может показать, кому есть что показать, и для тех, кто готов рискнуть. То есть это все-таки… Дух авантюризма такой чуть-чуть, да, летает. У меня было несколько раз на соревнованиях, что я прям стоял и думал, что я сейчас могу умереть. Это реально страшно. Вот, но мы желаем Идрису скорейшего выздоровления. Идрис – очень опытный райдер с апрель-брусья, и я надеюсь, что будет у него хорошо. Вот на моих глазах он упал. Конечно, очень-очень больно наблюдать, когда твои друзья падают. Ну да, когда твои друзья падают, и ты им помочь не можешь, не подбежать никак. Причем там было много его товарищей с Эльбруса, и они были готовы отобрать АКЮ у спасателей и поехать, но они не дали. То есть там все сверху были готовы, просто уже встегнулись и ехать помогать, потому что ребята с Эльбрусе – это большое братство, я бы так сказал. Они друг за друг друга стоят. Так что надеюсь, что Идрис скоро восстановится, все будет хорошо. Да, ему легкого восстановления пожелаем. Надеемся, что там все, реабилитация пройдет быстро. В общем, Идрис, ты знаешь, мы все за тебя болеем и переживаем. Да, брат. Ну что, у нас там заминочка небольшая, да? Может быть, не видно что-то сейчас? Дальше судим? Нет, ну судим-то видно, вот мы отсюда смотрим с комментаторской. Там вот на гребне, а кто это там стоит? Непонятно. Это просто… Ну, это не наша зона, по-моему, не зона старта. Да, туда никак не доберешься старта. Просто оттуда можно посмотреть. Ну да. Ну ребята стоят практически на козырьке. Ну да. Ну там нормально, можно посмотреть. Костя, а можно узнать, сколько у нас осталось? Пусть они там посчитают, что мы… Сколько у нас еще вот здесь пара девочек осталось? И возможно, что сейчас будет категория… Пока ждем ответ от судей. А? Судьи сами пока не знают. Это только лыжницы, что ли? Да. У нас-то нет протокола. Все, девять девочек – это у нас, по-моему, категория только лыжи остались. Но у нас интересная в этом году категория горные лыжи у девочек. Вот у нас. Давай посмотрим, а то я только свою сестру не знаю. Ну, значит что, у нас здесь есть Матвеева Надежда, которая уже тоже много раз участвовала в соревнованиях и была в призах Пьянкова Татьяна. Точно она выиграла у нас, по-моему, первое место на одной звезде Татьяна, да. С Матрова Анна, Новоядарская Анастасия, Вукович София, Веськова Вероника Ильиних, Надежда Витальевна. Первый раз у нас еще Евграфова Дарья Александровна будет участвовать. Смотри, они одногодки с моей сестрой даже. Тут у вас вся информация есть, номер паспорта, дата рождения. Так, и Яна, Рейнбах тоже. Уже не первый раз. Не первый раз, да, тут как бы есть кто первый, но в основном... Написано, что Яна выступает за курорт Красная Поляна здесь. И вот, что ребята за Эльбрус выступают. Ну, помечено. Конечно, ну то есть, где в том, кто где проходит подготовку, а потом у райдеров мы опрашиваем, за кого вы как бы выступаете. Так, 82 сказали. 82, Анастасия. Так, ну что, у нас на старте... Номер восемь? Восемь девочек всего, да, у нас будет. А заявлено девять. Ну, кто-то может быть отказался, все же могут передумать. Ну что, дорогие наши любители фрирайда. У нас закончились участники в категории мужчины сноуборд и девушки сноуборд. И на сладкое, так сказать, у нас осталось восемь девочек в категории горные лыжи. Девчонки все на опыте. Есть несколько опытных девушек, но они в первый раз участвуют именно в этих соревнованиях. Вот, поэтому на сладкое мы оставили вот такой вам состав. У нас вообще заявлено девять девочек, но почему-то на старте сейчас восемь. Игорь Ильяных болеет за свою сестру Надежду, которая вот в первый раз будет участвовать. Ну, Надя хорошо катается и давно катается. У них вообще такая семья, так сказать, спортивная. Вот. Династия продолжается. Тоже получается... Ну что, все готовы? Сейчас немножечко включили свет и у нас прям видно стало. Да, прям хорошо. 76, первая девочка. Ну что, Матвеева Надежда, номер 76. Горные лыжи. Надя, мы болеем за тебя. Надю давно знаем уже. И ее тренера. Вот она едет, да, как раз. По подготовке. Темыч, я знаю, что ты смотришь, переживаешь. Хорошо едет, так уверенно. Отлично, отлично. Молодец. Аккуратненько. Осторожно. Ой, как прекрасно. Держи, держи, держи. Осторожненько. Очень хорошо, очень хорошо. Надя, осторожно. Я бы даже сказал, что и для мальчиков неплохо она проехала. Хорош, хорош, просто. Очень плохо. Отлично. Вообще, Надежда прям прекрасный был. Причем мне понравилась такая скорость и такой контроль. То есть на хоп сразу на правой лошадке, да. И сразу вылетела, да. У-у-у-у! Прямо ее комментаторски поддерживаем. Это было сильно. Это прям заявка, мне кажется. Иди к нам. Провожите лексик попить. У меня есть чуть-чуть чая. Иди к нам сюда. Надь. Рюкзак сниму чтобы мешать? Да. Ну что, вот у нас заканчивает проезд Надежда. Прекрасно. Прекрасный проезд. Показала Надя. Уровень у нее. прям за год она прибавила прям очень хорошо страшно там провод тренер у нее прекрасный скажу больше на где пошла учиться нагорного гида поэтому вот такие у нас девчонки бодрые мощные ну я скажу открыли девочки очень неплохо категорию до надежда постаралась у нас теперь здесь комментаторская еще добавился еще одна надежда еще одна надежда добавилась это надежда круглова вот таким составом звезды мы здесь комментируем для вас соревнования здесь мы видим если бы не палатка мы бы и так видели нас носит здесь комментаторскую такой сильный ветер вы нагрели наверно да так что там по проездам проезд еще не начался напоминаю что так 78 номер у нас следующие пенкова татьяна на старте номер 78 татьяна представляет поселок красная поляна вот так вообще хорошо да да ну что главное чтобы камеру так татьяна у нас первый на первый прыжок не заехала получить объехала газекс на вторую скалу здесь прыжочек тоже очень на уверенном она выбрала стратегию контроль да она контролирует каждое свое движение может быть до избегая прыжков отчасти и ну вот тем не менее добирает здесь естественных естественного рельефа какие-то маленькие прыжочки она это все делает прыгает ведет прекрасная скорость позавидуют даже мальчики есть такое дело хорошо хорошо владеет снарядом и вот уже вот минута и все и она внизу без остановки все флюидно плюс прыжочек здесь был у нас осталось только категория девушки да первое место заняла у нас на соревнованиях фавикю одна звезда которые проходили на курорте красная поляна вот поэтому молодец нас тут уже ветром задуло закрылись от ветра мы не можем смотреть на ну что ждем следующую участницу а там они уже по готовности получается отмашка у них идет кто готов смотрела анна города да получается по готовности судей да потому что панель 1 судейская они должны успеть поставить баллы причем посовещаться еще нужно чтобы диапазон 5 баллов может составлять разнос разбежка и соответственно там хоть сколько-то времени но нужно после каждого райдера чтобы уверить удостовериться что все в этом диапазоне что да что что у судьи нет расхождение больше чем на 5 баллов а да вы же еще должны это все как бы да я напомню что надежда у нас была над на одной звезде и в том году тоже и в том году в том году я все сарева вообще посудила мне прям честь выпала огромная опыль его данный у нас стартует анна смотрова да она смотрова у нас на девочек приятно смотреть до девочки очень уверенно бодро едут надо сказать даже хочется случайно чтобы иногда иногда даже ну как бы если не брать во внимание там костюмы да да а девочка ли едет это вообще да или парень там девчонки уже загоняют парней по технике по выбору линии по сложности ну то есть были все на наравне делают это радует и надо сказать что погода еще на нашей стороне да видим их прекрасный видимость прекрасная ну вот сейчас мы можем видеть как пытается рельеф ставится все красиво ничего вот вот выбрала она получается эту правую сторону где ехал по моему и игорь да где гриша выбирал то есть вот эта часть часть чуть она ниже сюда спустилась ну возможно что чуть ниже на еще доберет да ну выглядит очень комфортно ну она едет прям свое удовольствие да а конечно на самом деле пока должно быть она очень старается да но вот со стороны смотрится очень так мягко флюидно не рискует и спокойненько вот на самом деле там когда едешь ты прям очень собранный и тебе чтобы показать эту флюидность мягкость и на самом деле много прикладываешь к этому усилия а со стороны смотрится ой да она просто катается вообще на расслабончики но вот сейчас пока вот надя 1 я пропустила к сожалению за него у нее был прекрасный прыжок у нее прекрасная была линия вообще просто контроль очень хорошим контролем один а вообще прям не он сейчас прям ну как бы запомнился и обязательно мы сейчас смотрим да очень вообще молодец я думаю что это как минимум как минимум тумбочка да да вот мы всегда еще не взгляд соревновали но тем сложнее будет но тем сложнее будет судьям определиться потому что расхождение даже пусть там в 01 какой-то балл но сложно им будет ну а мы смотрим зрелищно судьи там свою как бы кто-то у нас там что-то там кто-то не готов да да анастасия должна стартовать час вот 84 это у нас звукович софия она город москва но вот выступает на эльбрус за эльбрус и тренируется на эльбрус и уже была она по моему второе место заняла на на 1 звезда на предыдущих соревнований году она заняла первое место в одной звезде я хорошо помню она вообще открытие открытие тех соревнований потому что она первый раз тогда участвовала и попала на призы в двух соревнований до минимум минимум ну что а может и в трех тогда было у нас и не было столько участниц по моему было шесть или семь девочек в этом году там 910 ну что ждем 84 номер ну что софия ждем до смотрим смотрим сразу со старта прыжочек динамика хорошая видно что едет технично ну вот второй год выступает софия на соревнованиях маленький прыжочек тут еще у нее один из лучших тренеров между прочим это кто на эльбрусе алексей вдолазкин да так что она в надежных руках и прогресс и нее и стремительно идет вверх да ну вот видишь она вот выбрала вот эту вот чуть-чуть и ходов не хватило конечно да но сейчас она наверное давай давай софия молодец 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 держи 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 все это тоже хорошая проехать теперь мы даже отсюда здесь комментаторская слышим как ребята на старте переживают за такие и поддерживаю поддерживая да и и всячески отлично вот молодец вот скорость хорошая смотрите у нее да ну вот у них были сборы на эльбрусе я видел и вот здесь они катаются я на рейнбах тоже с ними катаются в одной группе так сказать да я хочу отметить что девчонки очень хорошо лыжницы едут даже ни одного падения мы еще не наблюдали то есть уровень явно растет ну подход к соревнованиям то есть если люди так тренируются ну хочется отметить что все таки вот где софия тренируется с ребятами ну если ребятами катался много раз и когда приезжай на эльбрус и блин там как бы как бы жесткая дисциплина но девчонки вообще вот как не сопливят они вот реально мочит и они опыляются от все-таки от той команды с ребятами с кем катаются и они не чувствуют никак там какого-то полового разделения они прям все прыгают и то есть но видно видно что человек прибавил за этот год как бы и спасибо деле до тренируют человека именно среда почему многие реально живут в горах или много времени старается провести в горах для того чтобы успеть как раз накат вот этот вот получить даже начать продолжить плавать как рыбу в воде ну вот посмотрели мы до проезд в этом году вообще просто даже не взял с собой резиновые сапоги следующий раз возьму обязательно поляна обязательно среди даже девичок тоже есть тоже забыл его дома я недавно видела девушку на пике и с большим зонтом прекрасно вообще так не в реке не случайно я один раз полностью голые подъемники девушка она снималась там ничего то так мы что там у нас очень красивые пейзажи показывают да и сейчас вот какая погода я получше стало прям и читается все ревчик виден низкого вероника санкт-петербург так вероника уже вероника уже не первый год участвует она просто под другой фамилии участвует очень интересной линии насколько я знаю вот она справа я ехала по этой же линии да нет нет правее правее вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот отлично но я вообще очень люблю этот кулуарчик он классный его можно очень красиво флюидно так раздавать сейчас вероника прыгать давай 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 молодец молодец и скорость контроль скорости важен точность вот только не по центру вероник уходи по центру чуть левее дайте чемоданы их надо объезжать здесь ну вероники эти чемоданы вообще вероника но мне кажется она уже лет пять выступает наверное на очень мощная да 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 но именно все нервы скорее всего забрала у нее вот эта линия вот эта верхняя часть потому что там на самом деле очень крутой уклон но вот там несколько ребят вот сноубордистов они прям держать за склон они прям вот просто сошкребали оставшись но это как бы но и они не прыгнули в то же время забрали у других участников тот самый снег который им был реально нужен ну понятно что они не специально нет конечно нет но я подходил туда прям на старт и смотрел вниз там прям камни торчат и возможно это было ненарочно сделано просто не ожидали что там торчат камни их приходится действительно объезжать да там там вообще так не широко да вот если ты едешь первый раз там реально можно растеряться но не растеряешься там просто чем мне нравится от куар что у него можно длинными дугами заходить но никогда там все уже раскатана в траве потому что тебя просто сорвет а упасть можно самый самый низ то есть прям под скала вниз это будет ну да плохо интересно как лыжником воспринимается он но мы-то с тобой именно со стороны доски рассматриваем почему я тоже лыжник а ты на лыжах его тоже проходил до него не катал но хочу съездить так ну что но на сноуборде его легче проходить я думаю ну вот я его получается сегодня второй раз жизни ехала один раз вот когда еще получается было много снега но я ехала уже в конце нашей группы и как раз мне достался такой соскобленный снег и мне было очень некомфортно то есть я прям веронику прекрасно понимаю да она большая молодец сейчас будет выступать моя сестренка надюха дождем я надеюсь что она не сильно сейчас рисует ты знаешь какое на линию выбрала да я думаю что что она сама себе линию может выбрать вообще без проблем главное справиться с эмоциями сейчас посмотрим в прошлом году сванете выбирают райдеры знающие с чувством с толком что надежда давай держим клочкой смотрим о хорошей пруживкой молодец прям со старта ой красиво а стойка 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 ты такая молодец очень короля и же вызыки молодец вот стилек имеется ай-яй ай-яй ай-яй-яй ай-яй-яй ничего страшного бывает но я надеюсь что с ней все хорошо и ничего в этом страшного падения нету так крепления отстрелились я кстати на своих первых соревнованиях я выступал в acg соревнованиях в них можно было участвовать 16 лет а мне было 14 это здесь же проходить да и я первый на первых соревнованиях повис на дереве верх ногами я не перепрыгнул дерево так что я свои первые соревнования тоже короче провалив 1 1 1 поздравляем ее да ну ничего страшного главное чтобы с ней все было в порядке потому что это нормально ну как она ну что пошла да красиво потом она обрежет и у нее останется вот это короткое видео вряд ли она будет делать но спасибо на нормально страшно бывает сверху было достойно я думаю что надо просто накатывать все будет хорошо расстраиваться точно не стоит там же у лыжников есть вот этот важный нюанс когда ты если слишком сильно затянешь до себе крем и рискуешь своими ногами и приходится выбирать и наверное правильно что отстегнулись лыжи зато с человеком все хорошо но как правило лыжники затягивают максимально сильно получается все соответственно твоим коленям твоим связкам до твои мышцы риски риски в общем надо прям прокачиваться чтобы иметь возможность здесь у нее видишь как здесь у меня прям в повороте она делала поворот перегрузила лыжню и она у нее отстрелилась поэтому блин ну да снег тяжелый снег тяжелый ну что я на рейнбах выступает у нас под номером 92 еще две девочки до осталось я на уже не первый раз так кстати соревнуется давайте посмотрим она тоже с эльбруской школой подходила подготовку сейчас мы посмотрим я думаю с линии там вообще все будет нормально потому что сансеи тренеры смотри как оригинально очень так все мы притихли смотрим куда же как будто слоу моушен я извиняюсь конечно но мне так показалось вот это суперконтроль сосредоточилась да я на контроле здесь уже начинает разгоняться чуть уверенности не добавилось вначале чувствовалось немножко тревожность такая здесь уже прям аккуратненько едет до молодежи держи 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 я руки вверх не закусывает видно что закусывает особенно вот на 1900 уже здесь нет другой другого качества вот прям видно что участник проезжает мимо нас и чуть у него дергает ногу все-таки улыжки в этом плане видите сноуборд как бы более ну ты полетел а здесь две лыжи надо два раза больше внимания до 4 получается ну да 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 когда вот этот и когда этот снег закусывает до за двумя как бы ну очень тяжело я думаю ну что я я на у нас заканчивает до свой проезд да да мне кажется она уже джадж лайн пересекла и уже ее не судят у нас осталась одна участница да да у нас анастасия не стартовала новая дарская а но на настя не было еще она здесь была она поехала на старт так евграфова дарья на самом деле если райдер сильно переживает перед стартом он имеет право сказать что он не готов и выступать позже здесь нету такого что вы заставляет да 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 конечно можете просто сказать что вам нужно еще время на то что успокоиться или дождаться может быть более лучшей видимости и тогда стартовать а кстати оператор даже вот немножко попадает в кадр да великолепный оператор привет 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 благодаря которому здесь трансляция вся это идет и достаточно хорошем качестве спасибо так не услышал я кто-то стартует гребни операторы нам показывает пока так вот она новая дарская палками она готова и там еще левее слава первые стартовые ворота еще левее кто сейчас стартует 1 а вот так значит подожди на вайдарская анастасия у нас осталось 2 девочки осталось у нас как не режет слух вы же женщины да да звучит как-то странно а как девушки девчонки девчата девчонки девчата не но просто девушки да просто девушки и участницы вот значит графова дарья город москва участвует она впервые на этих соревнованиях вообще вот на фвк вот смотрите как бы да вот новички соревнований как выступают как все вот у них вот аккуратненько да да по самой такой линии спокойной да 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 причем по нему ехать не очень комфортно потому что это тело лавина то есть она жесткая разнородный снег вообще разного он абсолютно там да там много комков которые более такие плотные иногда твердые ну хорошо у нее с техникой все прекрасно вообще надо сказать что в этом году прям уровень райдеров в плане опыта мне кажется заметно выше потому что не так много было уборок надо сказать таких вот прям ну не то что даже просто даже просто не были но процент очень маленький он снижается процент то есть если да они соревнования которые раньше проходили у нас то есть из-за отсутствия опыта люди очень часто падали а сейчас уже начинает рассчитывать свои силы и понимают что это не всегда так просто ну что спасибо дарьи за такой прекрасный сейф проезд для первого раза считаю что вообще очень круто вообще девчонки дождались целый день простояли там и в конце вот закрывающие соревнования еду в таком хорошем режиме да 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 по флагам видно я простояло там достаточно много я я пока шла до старта я уже поняла что такой ветер лучше там долго не стоять разве вас не подвезли стоял там горячие сочинский парень не сказал а хотите я вас подвезу пешочком мы делаем всегда максимум для наших райдеров 82 ну вот она но это сейчас начнет раздавать вот некая мать узнаю она как бы ну посмотрим она может она авантюристка она может короче вписаться какую-то историю она может она авантюристка она может сейчас рискнуть и прыгнуть да ну вот давайте посмотрим что да я надеюсь скорее жалко анастасия дух авантюризма летает даже в нашей вот комментаторской здесь насти мы прям были с тобой морально сейчас тоже прыжок это был вообще да да классный но там очень жесткое приземление было опять же она попала приземление в бог было и в бог и на лед не удержала я считаю приземление ой точнее прыжки всегда нужно выбирать по приземлению согласно полностью да и здесь вот было но и прямо там получаем приземление это не просто сигнал вот такой небольшой до этого носика и получается что ты приземляешься а плоскость под тобой она не ровная просто ровный склон а вот такая как радиус и в итоге если тебя ось куда-то чуть-чуть там смещается или вес то сожалению вот происходят такие ситуации все на этом участники закончились костя ты а и нас покажешь до 17 а сейчас сколько времени а сейчас почти 4 у нас без одной минуты через полтора часа награждения судим надо подвести итоги мы можем уже попрощаться с нашими до увидимся кто здесь смотрит приезжая подходите на площадь перед так сказать да мы что смотрели а можно сделать стоп-кадр вот так фотку да мы потом вырежем без него бы этого не случилось супер всем спасибо любовь 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 круто что для тебя горы безграничное величественное творение безграничное величественное творение единение не только с природой но и с близкими по духу людьми бежать за горизонт чувство слияния с окружающей красотой слышать хруст под своими лыжами ощущать полную свободу скольжения по свежему снегу самому выбирать свой путь расписывание тронутый склон первым следом преодолеть маршрут даже когда это кажется невозможно всем привет самые сильные эмоции как я испытывал в жизни исследовать мир на пути к себе настоящему перезидента давайте пойдем по этому пути вместе Продолжение следует...